И сейчас общество скептиков. Скептический взгляд на скептицизм. Александр Сергеев, Скептикон, 2018 год. Очень сегодня, да, 2018 год нам нравится. С канала общества скептиков, конечно же. Кто бы мог подумать, да? О да, о да, великий скептик перед нами. Да, невероятно. У чувака метафизика даже была, как бы. У него логические убеждения были. Он критиковал христианство с помощью чайника. Это, конечно же, все заказано, Батмин Блум, вообще все. Все это видео заказано. И мы уже под войной даже не успеем что-то новое посмотреть, потому что мы уже начали смотреть это видео. Друзья, вы сейчас, кстати, что-то ничего не заказываете, и я бедный, и вы хотя бы... Вы хотя бы подкидывайте мне мелочи-то, а то я умру с голоду. Я так нехитро назвал это пределы рационализма. На самом деле, там немножко про пределы скептицизма пойдет речь, и немножко про сцентизм. Потому что меня, честно говоря... У скептицизма настоящего нет предела. В общем, проблема. Последнее время... Ну, меня тут рекламировали, как, значит, опровергатели сцентизма и так далее. На самом деле, я сцентист. Я рационалист. Ну, так, я надеюсь. Вот, хотя я не умею рационально думать. Я не думаю, что многие люди умеют. Я потом объясню, почему. Вот. И я скептик, надеюсь. Он сцентист, он рационалист, и он скептик. Представляете, уже три противоречия. Ну, то есть, это противоречие все. Ну, то есть, нельзя быть одновременно рационалистом и скептиком, потому что у человека есть тогда рациональные догмы. Нельзя быть сцентистом и скептиком, потому что у человека тогда есть научные догмы. При этом, не весь рационализм есть сцентизм. Ну, правда, рационализм и сцентизм не всегда противоречат друг другу. Окей. Но, тем не менее, я считаю, что если мы, значит, так себя описываем, а что он не кликается-то? То есть, нет смысла описывать себя как скептика, если у вас есть очевидно рационалистические убеждения или чисто научные. Но это бред. Нет смысла выделять себя как неких отдельных скептиков, потому что, ну, христиане тоже умеют сомневаться. Там, не знаю, мусульмане умеют в чем-то сомневаться. Но если вы не сомневаетесь в некоторых своих таких основополагающих взглядах на теорию познания, на вообще, не знаю, на мировоззрение, на мирное это-то, не знаю, на Бога или не на Бога, если у вас есть какие-то точные ориентиры, если вы можете давать какие-то точные ответы хоть в одной из областей, включая этику, включая политику, то вы уже не скептик. И это нормально. Не нужно стремиться быть скептиком вообще, в принципе. Это моя тема, пес. Не надо лезть сюда. Это мой скептицизм. Ну, как бы... А вот он не кликается. Просто нету... Не должно быть вообще такого состояния мира, в котором нужно еще стремиться быть скептиком. Типа, ууу, он скептик, это круто, на него что-то там еще вязательский-то налагает. Не налагает. А как? Его надо включать еще? Усомнись в том, что у тебя есть вообще слайды. Чем тут кликают? Кнопка. Там есть кнопка, чувак. Смотри. Пум. Так. Ага. Маленькая пауза. Но я пока скажу, что в любом случае, если мы так себя обозначаем, мы должны... В общем-то, ну немножко... Мы же здесь общество скептиков, да? Мы должны понять, с какой стати мы так себя обозначаем. Мы... Кто такие скептики? Что такое стать? С какой стать? Скептики, это люди, которые сомневаются во всем. Это люди, у которых нет ни одной области, в которую бы они, ну, действительно, последовательно бы верили. Нет ни одной области их знаний, ни одной области их мнений, которая была бы просто вот постоянно, неизменно. А нет ни одной области верований, к которой бы они принадлежали абсолютно. И даже не то, чтобы абсолютно, даже вот просто принадлежали. Все. Этот скептик, это тот человек, который может, в общем-то, использовать состояние абсолютного скептицизма. Может к нему апеллировать, может в него входить. Ставим себе такую... Берем на себя такой лейбл, да? А не какой-нибудь другой лейбл. Вот. Но мне на самом деле нужно, чтобы там кликалось все. Потому что расчет на то, что я не держу в голове целиком весь текст, а опираюсь на тезисный конспект. Поэтому давайте все-таки... Критическое мышление – это полная херня, которая со скептицизмом вообще никак не связана. То есть, как бы да. Запустим его. Все работает, да? Отлично. Итак. Почему-то пусто. Вот. Вот с этого я начал. Давайте... Вы не скептики, ребят. Все, зачеркните. Вы вообще не скептики. Вы, общество скептиков, так называемых научных, не имеете никакого отношения к скептицизму. Вы просто тупо сайентисты. Все. Ну, как бы все. Мы сайентисты, мы рационалисты, и этого уже было бы достаточно. Зачем себе новый ярлык подсовывать? Непонятно. Разберемся коротко. Рационализм. Это такой тезис, который говорит о том, что реальность подчиняется, ну, ее познание, должна подчиняться правилам логики. Да? Ну, то есть... Херня. Ну, то есть, уже первая херня. Нет, не логики. Рацио, разум. Разума. То, что мы можем познавать с помощью разума. Вопрос, каким правилам логики? Какой логики? Логик может быть много, они могут быть разные. Соответственно, рационализм может быть разным. Ну, например, Гегель рационалист. Гегель тоже рационалист, но... Но, как бы, он считал логику аристотельскую вторичной и, соответственно, предлагал свою логику. Ну, здесь все логично. Рационалистами называются не только люди, которые считали, что познание подчиняется правилам логики. Какой логики? Диалектической логики? Формальной логики? Не знаю. Модальной логики? Какой логики подчиняется познание? Логике Аристотеля? Логике Фрэнсиса Бэкона? Нет, рационалистами называются люди, которые верят что познание возможно с помощью разума например математика это тоже разумный способ метод познания это разум то есть рационалисты верят в то что с помощью математики можно познавать например математика это один из рациональных методов и множество логик это тоже разные рациональные методы мы должны рассуждать о вещах логично скептицизм это наше понимание что мы ошибаемся нет херня получается человек говорит что скептицизм это вера в то что человек склонен к ошибкам и нужно бы и нужно надо надо быть готовым их исправлять надо просто необходимо и в этом он тоже не сумеется охеренное определение скептицизма ну до свидания просто можно выключать видео идти домой да и поэтому надо ошибки с ошибками работать готовым быть исправ то есть рационализм неправильно определен но довольно сомнительно ну что рационалистический метод один из главных это не логика это математика как ни странно опять же в европейской культуре один из главных методов рационализма математикой в науке это именно математика не логика математика это не язык но не только язык управлять их менять свои представления Ну и сиентизм. Мы говорим о том, что это хорошо. Пропаганда науки как способ... Да, ладно, он журналист. Ну, Шадов, не психой. Не психой, это чувак просто журналист. Все, он не очень умный. Все, успокойся, Шадов. Пропаганда науки. Сиентизм это убеждение, это не пропаганда. Это позиция человека. Это позиция, согласно которой наука является главным способом познания и организации жизни. Именно наука сможет ответить на все вопросы и разрешить все проблемы человечества. Ну, может быть не все, но она в любом случае сделает это лучше, чем любые другие направления. Вот позиция сиентизма, это определенное убеждение, это не пропаганда. Пропаганда это вот то, что вы сейчас с чем занимаетесь. Мы пропагандируем науку и вот так... Все три определения дерьмо. Вот вообще отвратительные. Какие способы познания? Ноль баллов просто. Ну, замечательно. В целом это называется научное мировоззрение. Нет, в научное мировоззрение не входит скептицизм, он вообще уходит отсюда. Рационализм, только его часть определенная входит в научное мировоззрение. Весь рационализм в целом не является научным. Иначе ученым был бы Гегель. Георг Вильгельм Фридрик Гегель тоже был бы ученым. Но Георг Вильгельм Фридрик Гегель не считается ученым, потому что у него там своя логика. Хотя это один из самых крупных рационалистов за всю историю человечества. Бам. Ну, просто забавно. Конечно, можно распинаться подробнее, там, что это такое, но вот я думаю, что это примерно... Все три определения фуфло. Как ба... Правильное краткое изложение. Это ноль баллов, чувак, это троечка. По философии и теории науки. Так, ага. Но я хочу вам сказать, что я с давних времен, еще когда-то, чуть не в детстве придумал, что понял вдруг, прочитав кое-что из оснований математики, что есть такое замечательное понятие самоприменимость любого суждения о должном. То есть, ну или любое утверждение достаточно высокой общности или утверждение, касающееся мировоззрения, как надо себя вести, каким надо быть, оно должно быть самоприменимо. Поэтому давайте зададимся вопросом. Рационально ли быть рационалистом? Рацион... Нет. Основы рационализма нерациональны, это очевидно. Рациональное обоснование... Рационально ли само обоснование рационализа? Рационализм невозможно обосновать рационально, потому что это будет логический круг, цикл. То есть ошибка, когда тезис объясняется с помощью этого же самого тезиса. Или, например, два тезиса объясняют друг друга по циклу. Тоже неправильно. Логическая ошибка считается. Это было бы нерационально. Рационализма. Только ли рационализм достаточен для нашего мышления? Тоже нет. Если мы скептики, то уверены ли мы в том, что во всем надо сомневаться? Может быть... А можно ли сомневаться в скептицизме? Это еще в античности все было давно решено. Хотя бы в тезисе, что во всем надо сомневаться. Ладно. 2018 год. Ребят, это 2018 год. Это все 2000 лет назад уже было разрешено. Не надо сомневаться. 2000 лет назад уже было понятно с этим тезисом все сомневаться. Ой, скептики же сомневаются в сомнении. А как же так быть? Ну, в общем-то, все догматики так говорили. Но это легко разрешается. Вообще-то не во всем сомневаться. То есть, тогда этот тезис уже какой-то такой сомнительный сам по себе, да? Наконец, сиентизм. Его обоснование научно? Да, научно. Сиентизм и есть позитивное отношение к науке. Все ученые, большая часть, подавляющее большинство, они сиентисты. И по-другому быть просто не может. То есть, мы пропагандируем науку. Это научно? Нет. Сиентизм это не пропаганда науки. В общем, проблема, чувак. Немного предыстории, чтобы, так сказать, чуть расширить сознание, да? Гипплицизм появляется в Древней Греции. Здравствуйте, Александр. Хочу вас покритиковать. Когда у вас был мустрим, вы себя плохо показали. Зачем-то душили гостя связью музыки с математикой. По-детски смеялись каждые пять минут. Плохо подготовились. Что появлялось в ограниченности вопросов. Я хочу больше такого контента. Но не надо так. По-моему, я нормально себя вел. Не знаю, Кошалот. Простите, если я вел себя плохо. Я не то, чтобы прям часто смеялся. У нас как раз и была беседа насчет математики. Математики и музыки. Понимаете, в чем дело? У нас тема была задана таким образом. У нас изначально спор на эту тему просто был уважаемый. Поэтому мы разбирались с математикой и музыкой. И мне пытался, в общем-то, музыкант, мой, в общем-то, непосредственно собеседник доказать, доказать, что, в общем-то, музыка с математикой связана не так прочно, как мне казалось. Вот, в принципе. И я, наоборот, его выспрашивал об этом, интересовался, пытался вытянуть из него информацию. И вроде бы что-то получилось. И, в принципе, я доволен стримом. А что там, какая пощечина от Марго, Future Rewind, что там случилось? И появляется он наиболее ярким проявлением его, является такой философ Секст Эмпирик, у которого замечательная книга называется «Против ученых». Книга, да, окей. Только под учеными там перевод подразумевается не ученые в современном смысле этого слова, окей? Он доказывает, ну, так, как можно было доказывать в Древней Греции. Что никакого надежного знания нет. Что никакого... ученые ничего не знают. Потому что это, во-первых, другие ученые, но и современные ученые тоже ничего не знают. Это тоже следует отсюда. И ничему научить не могут. И, в общем, нам надо как бы расслабиться и не слушать всяких демагогов. А, ну, так, в общем, жить, смотреть на реальность, осознавать и воспринимать ее. И вот тебе все знания. Ну, он хер не унесет. Дело не в том, вообще заключается, как бы. Он мог бы «Секс-то-эмпирика» хотя бы прочитать. Как минимум, было бы неплохо. То есть, рационализм. Ну, он на самом деле появляется и в Древней Греции, конечно, у Сократа, например, но... Окей, Лебни Спиноза, ну, допустим. Марго сказал, что «Волшебник изумрудного города» более глубокая книга, чем диалектика мифа Лосева. Пусть Убер Маргинал спросит у Дугина. Как Дугин относится к мыслителю Лосева, пожалуйста. Вот если у них будет еще один стрим, пусть Маргинал спросит и скажет вот эту вот фразу. И когда Дугин встанет и уйдет с его стрима, мы посмотрим, что лучше. Кстати, «Волшебник изумрудного города» – клевая сказка, друзья. А «Диалектика мифа» – очень клевая книга, одна из лучших в русской истории философии. Как ни странно, это одна из наиболее смелых книг, написанных русскими философами и наиболее последовательных, как ни странно, тоже. «Волшебник изумрудного города», как ни странно, очень крутая книга. Прям невероятно. Я думал, он меня Маргинал обсирать начал. Друзья, если что, напомните, пожалуйста, про диалектику мифа Лосева. Я думаю, Маргинал просто не понимает, в каком смысле Лосев интерпретирует слово «миф». Вот и все. Но, как бы, вот рационализм, как философское течение, в эпоху просвещения, да лол, конечно... Лол, да-да-да-да-да-да. Бля, ладно, ладно, нет, тише, тише. Хух, ладно, просвещение. А Кортезия у нас, как бы, нет. Может, наука еще в эпоху просвещения возникла, как бы. Блин, ладно, друзья, меня бомбит. «Секста импирика» он не прочитал, вообще нет. Намешал еще понять, и ученых туда там поместил. Ну, вроде бы, общий контекст он произнес правильно, но потом этические выкладки, это прям вообще мусор был словесный. Отвратительно. Рационализм, эпоха просвещения. Ну, ну, хоть бы Википедию открыл, но, боже мой, честно. Был антитезой, антитезой импиризма, Лебни-Спиноза, в скобках. Почему Лебни-Спиноза только перечислен, непонятно. Может, Спинозу вообще было бы здесь не перечислять даже. Ну, поздновато уже. А Лебни-Спиноза, да, очень выдающийся. Такая, значит, сильная направленность появляется в эпоху просвещения. Он это даже вслух произнес. Ну, как бы, бля. Лебни-Спиноза, Декарт. И вообще-то... Декарт, эпоха просвещения. Говоря он... Да, именно тогда. Появляет... Именно тогда Вольтер и Декарт, и такие, они вместе ом, ом сидели, входили в эпоху просвещения. Как антитеза импиризму. То есть... Относительно того, что это была антитеза импиризма, можно говорить только условно, потому что внутри европейского импиризма уже был заложен Фрэнсисом Бэконом непосредственно рационалистический метод, то есть индуктивная логика. Индуктивная логика это рационалистический метод. Но он использовался эмпирически, в эмпиризме. Как бы у нас нету чистого эмпиризма, нету чистой антитезы рационализма и эмпиризма вот вообще. Еще даже во времена средних веков Роджер Бэкон, который тоже, в принципе, считается эмпириком, вы не представляете, он использовал для эмпирического познания математику, а математика рационалистический метод, как ни странно. Фу, антитеза. Ну не то, чтобы сильно, антитеза. Фух, тяжело. Попыткам объяснить весь мир из опыта, они говорят, нет, весь мир объясняется из разума. Вот здесь немножко попонятнее, да, но все равно нет. Рационализм Кортезия тоже не говорит, а может быть нахер опыт как бы, может быть нахер его вообще, может просто разумом будем познавать, нет. Вообще-то просто тут вопрос в уклоне, куда мы, в общем-то, в какую сторону мы склоняемся, к разуму или к эмпирике. А так методы уже давно смешаны, чистый эмпиризм был, наверное, только у греков как бы. Ну ладно, именно вот в европейской культуре чистый эмпиризм мы находим у греков, там вот действительно был чистейший эмпиризм, чисто, вот чисто, просто тупо эмпиризм, рационализм фу, математика фу, логика фу, чистый эмпиризм у греков, да, можно найти. А в средние века уже сложнее, и тем более в начале нового времени, и тем более в эпоху просвещения, которая к началу возникновения рационализма не имеет никакого отношения. Это рационализм. Из рацию возникает все знание и все понимание. Вот откуда вытекает рационализм. Хорошо, сцентизм. Это вообще постмодернистская штука. Например, Майкл Шермер, который... Ну да, это в определенном роде Шизана. Конечно, он же истый. А, постмодернист. Окей, порождение постмодерна. Бля, пиздец. Сейчас. Сейчас. Я не знаю. Сейчас. Мне надо просто смириться с тем, что этот чувак на самом деле очень тупой. Простите, конечно, но он очень тупой. Карл Саган, это, да, это деятель постмодерна определенный. Это не астрофизик известный. Нет, это... Книжка скептик. И в ней говорит о том, что, ну, родоначальник сцентизма такого широкого, массового, это вообще Хокинг. Ну да, сцентизм, условно говоря, если мы не будем расширять определение, это нечто довольно-таки позднее. Но. Но. Если мы берем в качестве определения сцентизма, что, конечно же, неправильно, вот эту вот пропаганду, пропаганду научного мышления, то эта пропаганда научного мышления была уже в просвещении, в эпоху просвещения. Это раз. Два. Сцентизм, наука, в смысле наука, на протяжении всего времени своего существования, особенно ближе к концу, она была довольно популярна. То есть многие люди действительно верили, что наука это круто, это невероятно замечательно. И даже философы пытались создать философию как науку. Почему они пытались это сделать? Потому что наука была крайне авторитетна и пафосна. Она всем нравилась. Там как-то все основательно, знаете, там математика, все тут друг с друга вытекает, красиво, много. Люди это вот исследуют, это так хорошо и замечательно смотрится. И вот философы тоже так же хотели. Фихты какой-то смотрят, надо бы наукоучение создать. Гуссель тоже думает, так нужна же строгая наука и создает феноменологию. Вот сейчас то, что мы видим, это просто жесть. Это просто опровергается Википедией. История времени. Ну, я считаю, что Саган был более ранним сцентистом и, может быть, еще более ранним был Кларк. Вот. Но, в принципе, сцентизм это такая, как бы, ну, это нарратив, да? Они все используют это слово. И тот же Лоуренс Краус, только что я закончил редактуру книжки, она вот выходит сейчас на нонфикшн будет, она называется «Почему мы здесь?», значит, величайший из рассказанных до ныне историй». Короче, смотрите, сиентисты это сторонники науки, а антисиентисты это люди, которые так или иначе ее критикуют. Все. Ребят, эти определения мы можем распространять в прошлое. Без проблем. Неважно, кто как, кого называют. Вы понимаете, в чем дело? А слово «онтология» возникает не у древних греков, друзья, вы не поверите. Мы, когда говорим об антологии древних греков, мы не говорим о том, что они считали, что там у них антология, да? Наука о бытие какая-то. Нет. Наука о бытие, так скажем, слово «онтология» возникло довольно поздно. В новое время, вообще-то, она возникла. То же самое с сиентистами и антисиентистами. Сиентисты появились ровно в тот момент, когда мы можем определить, что появилась наука, например. И антисиентисты это их противники. Все. Александр, какие у тебя в школе были оценки? У меня по всем предметам, кроме физкультуры, ИЗО и астрономии, были тройки. Нет, антисиентисты не сторонники антинауки. Это любые персонажи, которые так или иначе сомневаются или критикуют, неважно. То есть, проявляют себя непозитивно по отношению к науке. То есть, это почти все философы. Все крупные философы антисиентисты были. Не считая аналитических, наверное. Вот почти все крупнейшие философы, они были антисиентистами. Потому что они в любом случае не соглашались со всеми тезисами современной им науки. Как-то так это работает, к сожалению. Он поставляет тем самым библейской истории, историю развития науки. То есть, это эпос. Понимаете? И вот этот эпос, нам говорят, что это и есть научное мышление. На самом деле, это эпос. Это рассказ о науке. Так вот, все наши священные коровы в прошлом покушались на святое. Они все в прошлом были в той или иной мере против либо части науки, либо... Во время существования античного скептицизма науки, скорее всего, не было. Да. Непосредственно Эпименит, непосредственно Агриппа и Секс-эмпирик уже продвигал их тезисы. Они, в общем-то, высказали такие тропы, которые можно применить против современной науки. Да, без проблем. То есть, любое эмпирическое познание по этим тропам считается недостоверным. И это нормально. Но в их времена не было науки как системы. Было множество философских школ, течений. Простите. Ну вот, ну поправься уже, надоело. Вот, вот так вот. Все, получилось. Блин. Саентизм не может покушаться на науку. Ну, по определению. Легентов, либо, скажем, использовали... Как только человек, называющий себя саентистом, начинает покушаться на науку, он чуть ли не автоматически становится хотя бы отчасти антисоентистом. Совсем не научный, а, скажем, пропагандистский подход в поддержку науки. Это нормально. Ну, а сейчас мы поговорим больше про рационализм. О, предусловие рационализма. Круто. Нравится. Предусловие. Это прямо вот в духе данной лекции. Так и надо. Итак, для того, чтобы быть рационалистами, мы выясняем... Я стал думать в какой-то момент, а что это значит? Я рационалист. Как это? Это значит, преимущественно опираться на рационалистические методы познания. Логика, математика. Причем логика в широком значении. Не только там, не знаю, формальная логика Аристотеля. Не только там, не знаю, математическая логика. Не только там, скажем, не знаю, диалектическая логика в том же значении. Тоже это, тоже часть рационализма получается. Вот что значит быть рационалистом. Это очень широкое понятие, которое не обусловлено только научностью. То есть ученые, ученые как рационалисты, это вот, это лагерь такой рационалистов. Это не все рационалисты вместе взятые. Это часть рационалистов. Я могу быть просто так, рационалист на пустом месте. Оказывается, нет. Я должен, нужно соблюсти целую кучу условий. Чтобы можно было быть рационалом. Ну, посмотрим, какие-то условия придумаем. Рационалистам. Ну, во-первых, я должен до какой-то степени признавать, что реальность едина и объективна. Объективна можно, наверное, убрать. Реальность непонятно что и к рационализму, ну, такое. Ну, ладно, мы можем назвать первым рационалистом какого-нибудь Парменида. И он действительно говорил, что бытие едино. В прямом смысле прям. Вообще едино, целостно, неподвижно. Ха-ха-ха, бессмертно. Иначе... И, кстати, бытие соответствует мышлению. Это очень рационалистический тезис. Вот, вот, рационалистический тезис. Какой может быть рационализм, если реальность, реальности не существует или... Если реальность субъективна, это не значит, что ее не существует. Что я вообразил, то и реальность. Если реальность не едина, это не значит, что ее не существует. Реально, и она не имеет ничего общего, так сказать, в разных своих частях. Если реальность не имеет ничего общего в своих частях, это не значит, что мы не можем познать ее с помощью разума. Пока что вообще ничего про рационализм я не слышу. Она должна делиться на объекты, иначе... Пиздец. Почему она должна делиться на объекты? И как мы будем делать утверждение про эту самую реальность? Субъект и объектная дихотомия возникла во времена Кортезия. И Кортезий действительно рационалист. Но как из этого следует, что все рационалисты должны делить мир на субъект и объект? И как это реальность делится на объекты? Объект это предмет познания. Бля. Ну, Маквуд, с реальности может быть много, но это просто никакого отношения к рационализму не умеет. Если реальности много, мы рационалистически можем это так истрактовать. Но эти все реальности мы можем познать с помощью мышления, и тогда рационализм все еще в деле, как бы, остается. Мы все еще рационалисты. То есть, он сейчас перечисляет те, в общем-то, пункты, которые не имеют никакого отношения к рационализму. Хотя, ладно, деление на субъект и объект, оно вроде бы в рационализме есть. В европейском рационализме, действительно. Но не обязательно. Вот в чем проблемка тут. Она... взаимосвязи должны быть закономерными. Вот здесь, наверное, больше да, чем нет. Да. Наверное, да. Закономерности определенные обычно усматриваются рационалистами. Это да. Объектами, правильно? Иначе, если нет закономерности взаимосвязи, то какой может быть рационализм? Вот из трех пунктов, в два. Пошли вон, вот это оставляем. Окей. Какая может быть логика? Вера в то, что есть взаимосвязи, не объектов, есть некоторые закономерности, в общем. Слово объектов убираем. То есть, существуют закономерности. Давайте вот так сформулируем. Существуют закономерности, и с помощью мышления эти закономерности можно обнаружить. Вот это рационализм будет. Да, это похоже на рационализм. Надеюсь, я не ошибаюсь здесь, где вроде это похоже на рационализм. Если нет закономерностей, реальность должна быть... Да или нет? Да или нет? Познаваемо или непознаваемо? Да, наверное, познаваемо все-таки. Познаваемые эти закономерности должны быть доступны человеческому разуму, ну, в принципе, разуму. Они не должны быть вот этим вот самым непостижимым Господом Богом, который априори непостижимый. Проблема заключается в том, что многие рационалисты постулировали существование Бога, абсолютного духа и вообще всего чего угодно. Ну, как бы вот, да. Опять же никакого рационализма. Опять же никакого рационализма, окей. А зачем мы разбираем дихотомию рационалистов и эмпириков? Про эмпириков он вообще ничего говорить не будет. Он тут пытается скептицизм как-то привязать, что-то еще сделать. Наконец, логика, которой мы пользуемся, должна быть внутренне непротиворечива. Какая логика из многих? Какая логика из нескольких? Диалектическая логика? Формальная логика? Там не я, я логика? Я не знаю, какая логика? Какая из логик должна быть непротиворечива внутренне? Бля, я реально сейчас сдохну. Я просто сдохну. Тут каждое слово можно разжевывать настолько, что ну просто жесть. Да, потому что а вдруг мы начнем логически рассуждать, а потом окажется, что сама логика неверна. И, наконец, мы должны быть уверены, что рационализм наиболее эффективен. Окей, необязательное свойство может быть. Да, да, действительно, мы отдаем предпочтение рационализму. Логично, да? Если мы рационалисты, мы отдаем предпочтение рационализму. Шадов, какое определение дашь слово смысл? В каком смысле? Смысл жизни, смысл и значение у Фрёги. Не знаю, смысл чего-чего. Какой смысл? Смысл это очень многозначное слово, просто боном, сигдум. Тут мы в каком контексте его будем использовать, такой и смысл. Всего, что у нас есть. Потому что зачем нам пользоваться, если он неэффективен, например. А сейчас я буду разбирать последовательные... Да, вот каждый из этих тезисов со скептической точки зрения. У скептицизма нет точки зрения. Во-первых, ну, это как бы я сейчас не то, чтобы докапываюсь. Я сейчас как от скептиков говорю. А у абсолютного скептицизма нет точки зрения. Это состояние, в котором у вас нет мнения, нет убеждения, нет точки зрения. Всё. Вообще нет никаких догм. Когда вы сможете хотя бы иногда достигать этого состояния, вас, в принципе, можно будет назвать скептиком. Абсолютным. Ну, поправку с абсолютным я делаю просто, чтобы было более понятно. На самом деле, все скептики настоящие-то абсолютные скептики. Другие определения скептицизма, ну, они очень странные. То есть, если мы даём другие определения скептицизма, то всех можно назвать так или иначе скептиками. Каждый из этих предусловий. Вот поэтому там наверху написано предусловие. Итак, реальность единая и объективна. А почему отсутствие убеждений не является убеждением по определению? Абсолютный скептицизм не является убеждением, потому что, возвращая вас назад, то, что по определению здесь мы лишаемся убеждений. Вопрос, возможно это или невозможно, другой. И это не вопрос рассуждений, логики и языка. Вы можете с помощью практик определённого рода добиться этого состояния. Но если не сможете, ну, это уже ваша проблема. А разве Кант в критике чистого разума не разобрал все вопросы, связанные с методами познания, нет? Вообще-то говоря, прежде чем появляется какая-то реальность объективная, вот этот стол, там, эта чашка, этот кликер, до того, как это всё появляется, я это должен как-то увидеть, осознать. До того, как появляется что-то объективное, у меня сначала появляется субъективное. Это квалия, мои личные субъективные восприятия. А квалия ты откуда, в общем-то, судишь? Откуда он судит о квалии, у меня вопрос? О том, что они вообще есть, что они именно субъективны. Из них никакой объективной реальности нет. Нет, есть. Для меня, для меня нет. Для меня, может, для вас есть, для меня нет. Не для вас, не для них. Ну, то есть, вообще-то, научная концепция верит в то, что объективная реальность есть вне зависимости от наблюдателя. Ну, есть определённые, в общем-то, вмешательства, которые вносят наблюдатель в некоторых направлениях, в общем-то, науки. Но, по большей части, нет. Мир существует сам по себе. Я её не чувствую, да? Не важно, кто её чувствует, кто не чувствует. У меня ничего другого, кроме моих восприятий, нет. Но квалия нельзя поделиться. Я не могу передать вам свои ощущения телепатические. Следовательно, субъективные миры, изолированные друг от друга. Непосредственно ничего другого у нас нет. Кваляя... Почему мы вообще подходим к критике реальность единой и объективно? Что, блин... Ай, ладно. Это всё очень плохо. Мем, каково быть летучей мышью. От друга. Вот есть такой замечательный мем, каково быть летучей мышью. Допустим, что мы, там, не знаю, замечательные биологи, там, нейробиологи, там, взяли эту мышку, изучили каждый её нейрончик. Здесь я согласен. Даже чисто технически ни один нейробиолог не сможет сказать, что чувствуют летучие мыши, как они это воспринимают, потому что они не могут погрузиться в их бытие и понятиях. Да, это клёвый мем. Тем более, что это не мем, это философская книга вроде бы как. Каково быть летучей мышью. Все мышцы, всё описали, всё точно просчитали. Даже построили компьютерную модель, которая точно показывает, как она будет летать и так далее. Можем ли мы после этого сказать, что мы ощущаем, каково оно быть летучей мышью самому? Нет. Кваля непередаваемый. И в чём проблема с реальностью, единой и объективной? В чём проблема с субъективными восприятиями? То есть, у нас есть разум. То есть, вообще, давайте начнём с того, что, начиная с парменида, рационализм, так скажем, был абсолютно отделён от эмпиризма. Нам вообще не важно, что мы чувствуем. Вообще не важно. То есть, наше ощущение этой иллюзии по пармениду. Мир един. Мир неподвижен. Мир абсолютен, в общем-то. Мир имеет форму сферы и так далее, и так далее, и так далее. И это выводится рационально. То есть, с помощью разума, с помощью ума. Кваля, он говорит, что это субъективное восприятие. Ну, типа, что-то вроде того. Ну, то есть, смотрите. Как я это обычно объясняю, я не очень много читал про Кваля, я честно скажу. Смотрите, у меня рукав чёрный. Видите? Чёрный. Мы говорим, это чёрный рукав. Может быть, вы называете... Может быть, вы воспринимаете его красным. Может быть, я воспринимаю его синим. Но при этом мы вместе показали пальцем на вот эту вот руку, на этот рукав, и сказали, вот это чёрный, вот это чёрный. То есть, у вас, ваш зелёный, это чёрный, а для меня мой синий, это чёрный. Всё. Вот, типа, Кваля вот так может восприниматься, описываться. Но я здесь сильно упрощаю. Да? Некоторые сомневаются, что они существуют. Да, это статья Нагеля. Я не читал её, но слышал. Но мы-то на уровне ощущений, личных ощущений. То есть, понимаете, что реальность единая и субъективна, и вот всё вот это вот с рационализмом пока никак не связано. И понимаешь, что-то такое есть. Вот наше личное внутреннее чувство. Вот. Так вот, реальность, это мой вывод из этого, реальность не едина. Ладно, он журналист, он не учёный, он не философ, он вообще никто, как бы. Шадов, тише, тише, тише. Это очень похоже на плохую студенческую работу. Помимо той реальности, которую мы называем объективной, есть ещё субъективная реальность, которая у каждого своя. Так вот, обычно субъективная реальность реальностью не называется, как бы. У нас и нету никакого резона называть её реальностью. То есть она не вся объективна, не вся едина, да? А это ведь было предусловие рационализма. Потому что ты не знаешь, что такое рационализм просто, чувак. Как бы вот. То, что ты не знаешь, что такое рационализм, у тебя было это предусловием рационализма. Тут просто по тезисам, понимаете? Тут каждое его слово — это косяк. Прям вот настолько косяк, что лучше бы он даже не пытался. Я смотрел его видео, где он про Попера рассуждал, и там было норм. Вот про Попера у него неплохо, терпимо. — Единство реальности. Хорошо, откуда берутся тогда объективности объекты? Вот наука с квалией не работает. Более того, учёные часто отрицают существование квалия. Логично. Какого хера ты не отрицаешь сегодня квалия? Вообще, говорят, это философская выдумка, такого нет. Но мы, тем не менее, субъективно упорядочиваем эти квалии. Мы говорим что-то красивое, что-то некрасивое. Мы чего-то пугаемся, чему-то радуемся. Мы где-то можем даже не осознать. Пугаемся, радуемся. Вроде квалия не относится. Это восприятие. Восновать чего-то, но у нас может быть какое-то ощущение дискомфорта или, наоборот, удовольствия. И вот эти вещи, мы их как-то приводим в порядок, а потом говорим, вот это совокупность ощущений, это чашка, а это совокупность ощущений, человек перед нами. То есть мы занимаемся тем, что внутренне упорядочиваем квалия. Мы выделяем среди этих квалия других, специально курсивом или в кавычках ставить, других, то есть такие совокупности ощущений, которые по некоторым причинам, по их устройству, нам удобно трактовать, как будто бы это такие же объекты, как мы сами, и с такими же ощущениями внутри себя, которые нам недоступны. Нам просто удобно так объяснять мир. Я вижу человека напротив. Ну, наверное, может относиться, но, насколько я понимаю, квалия, он и описывал это через восприятие, понимаете? Ну, и вроде бы это действительно описывается через восприятие. Не знаю, только ли через восприятие. Мне удобно так объяснять мир. Я, опять же, не специалист в данной проблеме, и я об этом только слышал. Вообще не особо интересует современная философия. Квалия – это определенно современная философия. Хотя я могу этого не делать. Дальше мы презюмируем их подобие нам. То есть это наше допущение, это наши гипотезы или постулаты. Мы говорим, что вот эти вот другие, которые перед нами, это тоже люди. Между прочим, мы совершенно не обязаны этого делать. Мы можем отрицать... Согласен, мы не обязаны этого делать, но... К рационализму все это пока тоже не о том. За счетами других людей вообще как это делают там солипсисты, не существующие на самом деле? Кстати, я согласен. Я не найду ни одного великого мыслителя, который был бы в прямом смысле солипсистом. Вот, но мы можем отрицать, извините, например, то, что... Да, я не знаю, почему людей все меньше и меньше, по-моему, пошел наоборот топовый контент. Нам подобны... Наверное, это были скептики. Куча скептиков у меня было в подписчиках. Кто? Жив... Правильно ли я понимаю, что вот с Парменида, М, ЭМП и РАЦ были разделены, потом еще Бекон дрался с Декартом, потом Кант их всех на место поставил? Нет, все очень просто. У вас все очень просто. Очень и очень и очень просто вы сейчас все это трактуете. Парменид не то, чтобы это разделил, он просто не был эмпириком. Эмпиризм это все как бы вот иллюзии, пошли вон. А истинное познание, то есть неподвижность этого мира, это добывается не с помощью наших восприятий, а с помощью нашего разума. То есть мы непосредственно думаем о том, как все устроено, думаем о тождестве бытия и мышления, и поскольку бытие оказывается логически неподвижным, то оно и на самом деле должно быть неподвижно. Бекон и Декарт на самом деле не оба не являются чистыми рационалистами и эмпириками. То есть Бекон не чистый эмпирик, потому что он разрабатывал индуктивную логику. Кортезий не чистый рационалист, например, Парменид, он более чистый рационалист, потому что у него прям вообще бум, просто вот вообще все эмпирическое, до свидания, пошел вон, мы тебя даже не будем рассматривать, это все иллюзия. А Кортезий, он включает в себя эмпирический опыт, просто он говорит, что надо рассматривать этот эмпирический опыт последовательно и с помощью рационалистических методов, особенно опираясь на математику. Тут как бы уже смешанные учения получаются, и во многом даже региональные. То есть Бекон, Фрэнсис, это Англия, а Кортезий непосредственно, это уже Франция. И там уж такая война между французами и англичанами во многом идет. Приветствую, Барбос. Подобны нам животные или не подобные? Это вопрос, тонкий вопрос. Мы еще не знаем, признавать за животными, так сказать, субъектность или не признавать. Ну, за обезьянами вроде последний рейд. Философию уже за человеком-то субъектность не признают, кстати. Ну, чтобы я... Я так держу в курсе, друзья. Далеко не все признают за человеком субъектность. Ну, вот, 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 чтобы мы знали немножко. ...можно начинают почти твердо признавать. А ведь если вернуться чуть назад в прошлое, то подобие других не признавалось там для людей другой расы, национальности, для женщин, там, например, со стороны мужчин, да? Для Ч, 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 но, слава Богу, не сказал плохое. Запрещенное слово на букву Ч. Значит, за детьми не признавалось подобие взрослым или наоборот признавалось, это по-разному, да? То есть за рабами не признавалось подобие свободным. За ними не в полной мере признавалась субъектность. Это вопрос культуры, да, то есть сложившейся в обществе системы вот этих презумпций. Мы просто сейчас видим, что презюмировать за всеми другими людьми личности... А потом люди думают, что философы — это вот такие вот чуваки, которые несут просто херню. Это как бы полезно с точки зрения развития социума. Адски плохо. Не так много там каких-то тяжелых последствий, типа войн, насилие и так далее. Но когда мы презумируем существа за другими, так сказать... Давайте я ускорю, потому что мы будем смотреть это бесконечно. Я не знаю, как я эту штуку разгребу, но, блин, тут через утверждение какая-то дища идет. Что они другие, мы с ними начинаем коммуницировать. И когда мы с ними коммуницируем, мы с этими другими начинаем согласовывать объекты и понятия, и слова, которыми это обозначает. Вот мы с вами договоримся о том, что мы что-то будем называть... И вот в этот момент мы можем общаться Аквалия. Когда мы согласуем объекты и слова. С другими. Так-то. Вот эта закономерность устроена так-то. Значит, вы согласны? Согласны. А вы согласны? Нет, вы не согласны. Давайте пообсудим это дело. Может быть, я вас смогу убедить. Да? То есть... Может, я смогу проломить вам голову. Немножко античных споров вам, в общем-то, в группу. Вот так вот. Ну вот, то есть, реально же странно. Которая нам кажется совершенно надежной, на самом деле конструируется. Ой, господи. Он еще конструктивист, смотрите-ка. Да, конечно, все скептики еще и конструктивисты. Уходило, что очень многие части этой объективности конструируются в таком раннем детстве, о котором у нас не остается осознанных воспоминаний. Поэтому вот младенец ползает там по полу, да, стукается обо что-то. И в какой-то момент он начинает понимать, что тут есть твердый угол, а тут есть высота, с которой можно упасть. Это то, что он... И он согласует это с родителями и с другими детьми. Вот у нас People of Color, кстати, в красной. Он потом не помнит, как это случилось, но это когда-то произошло. Так что объективность, это не то, что нам дано изначально, это то, что нами сконструировано. Взаимосвязи закономерны, но на самом деле все законы, которые мы говорим, которые мы называем, да, законы взаимодействия частиц, там, не знаю, предметов, там, людей, все это сконструировано индуктивно. Нет. Многие законы, о которых говорят ученые, взяты у философов, которые конструировали их просто так, неиндуктивно. И просто показалось, что это так работает. Это скептический взгляд на скептицизм. Александр Сергеев из общества скептиков, они же там все скептики сидят, и он тоже великий скептик. Не все законы конструируются индуктивно, стоит вот этого тоже понимать. Некоторые законы конструируются вообще гипотетически, очень даже теоретически, но потом их пытаются проверить индуктивно. Последовательность не та. Вот сейчас. Ну, то есть чувак еще показывает, что он в науке не шарит, как бы. Из чего? Из опыта. Когда как, по-разному. Да, универсализация законов определенно позволяет нам сомневаться в науке. Ну, то есть, скорее всего, законы не являются законами. И конструируем законы. Невязки, если что-то не срабатывает. Мы говорим, ну, а это, наверное, какие-то вещи, которых мы еще не знаем. Там, конечно, должны быть тоже законы, ведь мы же уверены, что законы есть, да? Это наша вера такая, что законы есть. А если что-то не подчиняется законам, значит, мы просто не знаем всех законов. Непонятно, в каком смысле законы есть. Консультанты МВидео. Да, он журналист. Ну, это действительно очень низкий уровень. Ну, как бы. Даже на эту тему такая замечательная фраза. Безумие делать одно и то же. И каждый раз ждать иного результата. Апелляция к вредитету. Инштейн так говорил. А? Значит, я ошибся, не Инштейн, я проверял. Ну, может, я не до конца, не до конца. То есть, это единственное, к чему докопались люди в зале? То есть, когда он Кортезии отнес к эпохе просвещения, это вот нормально? Ладно. Я точно проверил, вроде на него ссылаются. Так вот, но на самом деле это утверждение не совсем точно. Это Нинштейн сказал, ты чё? Ты же больше ни одной ошибки не совершил за все это время. Потому что оно не касается сложных систем с памятью. Если вы будете много-много раз, да, как это говорится, если зайца долго бить, его можно научить зажигать спички. Да, то есть, долго-долго-долго делаете одно и то же, а потом раз, и результат изменился. Вот. И помните, Энштейн не верил в квантовую случайность. Окей. То есть, как бы, а как же, квантовая случайность как раз говорит о том, что одно и то... Чувак, кажется, Энштейна, знаете, учил по цитатам из Википедии, мне кажется, сейчас. Тупо две цитаты из Википедии. Про случайность тоже цитаты из Википедии вообще там. Одна и та же конфигурация приводит к разным результатам. Ну, там, физики возразят, что статистически все равно будет все одинаково. Но, как бы, я все-таки здесь немножко шучу. Вот первый тезис, он такой нешуточный, второй более шуточный. Так вот, знаете, законы ценно, когда они есть. Тут можно говорить о нескольких уровнях науки прежде всего. Прежде всего, да, теоретически, если законы есть, их важно знать. Во-вторых, законы можно воспринимать немножко иначе. Как наши описательные системы в голове. И в этом смысле они тоже могут оказаться ценными. Они могут помочь нам систематизировать знания и в дальнейшем использовать его практически. Тут вопрос в том, на что наука нацелена. Она пытается добиться знания, практики. Или просто у закономерного какого-то описания того, что мы видим. Тут, понимаете, еще непонятно, чего пытается наука добиться непосредственно. Наука в этом смысле очень разнонаправленно. И разные концепты существуют. И поэтому науку трудно определить вообще. Я не знаю, почему сейчас так мало зрителей. По-моему, наоборот, хороший контент. То как бы не надо... Ну, можно надеяться, что он найдется. Но мы этого не знаем. Было до 30 доходило. А тут внезапно, да, слив зрителей. Непонятно. Вот. Так вот, они есть всегда. Это такая полезная презумпция. Но это наши надежды, а не знания. Ну, кстати, знаете, относительно того, какие вещи он сейчас говорит, это очень смело в обществе вот этих вот скептиков, конечно же. И вообще очень смело непосредственно в среде саентистов, потому что, ну, законы есть, они считают. Реальность познаваема. Действительно? Мы же понимаем, что реальность познаваема, да? Ну, непонятно. Но познаваемость это тоже наша презумпция. Нам никто ее не гарантировал. Верующие презумируют прямо противоположное. Что она непознаваема, да? Ну, тут было очень много грубых косяков во всех определениях. Поэтому, ну, мне пока плохо это слушать. И ничего, нормально живут, в общем-то. Какие верующие? Не все христиане даже постулируют презумпцию непознаваемости мира. Нельзя доказать презумпцию. Можно попытаться. Можно лишь сделать ее привлекательной. Доказать эту презумпцию нельзя. Там им нельзя. Просто, как бы, это та основа жизни, на которой они строят свою жизнь. Да мы свою. Какие именно верующие? Во-первых. Во-вторых, если это христиане, только верующие. Какие из христиан? Ну, это не консультант по МВидео. Это один из известнейших популяризаторов науки, научный журналист, член комиссии, там, по какой-то еще херне. Это, в общем-то, на самом деле, известный человек довольно-таки. Ребята, вы зря так плохо его оцениваете. Оцениваете? Да, блин, познаваемости до хера. Ну, то есть, и в христианстве тоже. И можно лишь что сделать? Можно сделать ее привлекательнее в рамках сцентрического дискурса. Показать такой красивый эпос разворачивается. Как здорово у нас что-то получается сделать. И тогда, смотрите... Вещи храбрые, но тот язык, которым он это выражает, и те ошибки, которые совершает, ну, это прям плохо. Делайте, как мы. Верьте в познаваемость мира. Я согласен, что это в разы интереснее, чем Мидо со скачком, но, блин. Тут просто такие перлы ошибочные. Невероятно. Наконец, само понятие познания неоднозначно. Однозначно. Что значит мы познали, да? Вот, например, прошлое. Наши мысли соответствуют реальностью. Все. Тут, на самом деле, просто проблема заключается в разных определениях истины. Здравствуйте. Стоит ли читать «История философской мысли Японии» Нагаты Хироси? Если нет, то можете посоветовать книги про историю философии Японии. Макс, читайте. Вроде бы хорошая книга. Я сам, правда, ее не читал. Поэтому ничего толком сказать не могу. Но ее часто советуют, когда мы смотрим «Философия Японии» что-нибудь. Да, рекомендую. Правда, не по своему опыту. Мы познали? Или мы сконструировали некоторую гипотезу о прошлом? Мы его знаем или мы построили картинку? Прогноз погоды. Мы не можем его сделать больше, чем на две недели. Но не получается, потому что физика явления не позволяет. Расходимости начинаются. Вот та же самая летучая мышь. Быть летучей мышью. Горизонты. Я имею в виду космологический горизонт и горизонт черной дыры. Можно ли сказать, что мы же не можем познать, что там за космологическим горизонтом и внутри черной дыры? Но, тем не менее, это не мешает нам предполагать, что там что-то есть. Ну, наконец, проблема радикального перевода. Вы знаете, что тезис Куайна о невозможности радикального перевода. Если два человека совершенно разными языками владеют, то сколько бы они ни старались, они не смогут полностью отождествить смысл и слов, которыми они пользуются. Ну, и там классический пример. Если вы показываете на кролика и пальцем говорите кролик, то еще непонятно, что это такое. На что вы показали? На то, что в поле зрения появился кролик? На то, что у кролика есть определенная часть? Или на то, что он находится в определенном состоянии? Там, допустим, мертвый кролик. Это вот он член комиссии по борьбе со лженаукой, понимаете? Общество МВД определенное. Процесс познания, мы должны помнить, что он... Я написал субъективен. На самом деле, нужно было, конечно, написать субъективно-объективен. Интерсубъективен надо было написать. Какой процесс познания? Давайте еще тут так подойдем. Какой из процессов познания? Видов познания много. Объективности? Но результат его субъективен. То есть у нас есть объект познания, есть субъект познания, да? Да, конечно. То есть кто-то должен осуществлять акт познания. Непротиворечивость логики. Мы в нее верим, да? Это опять резюмпция. Но вот, например, была теория множеств Кантера. Была, потому что она оказалась противоречивой. Просто теория множеств Кантера внутренне противоречива, хотя ее до сих пор проходит в университетах на курсе МОТ-анализе, на первом курсе. Ну, а почему бы и не проходить? Ну, то есть на самом деле пока что плохо. Нам не важно, противоречива логика или непротиворечива. Какая вообще разница? Да, большая проблема была, когда он еще в философию полез. Проблема еще заключается в том, что он определял вообще изначально понятия, там, не знаю, скептицизм, рационализм, сайентизм. И все три основных его понятия оказались неправильными. Очень неправильными. Вообще не о том. Я пока не понимаю, как это у него получилось так сделать. Если бы он мог даже в Википедии получить более точное определение. Я, честно говоря, я не понимаю. Логика непротиворечива. Нам не важно, противоречива она или непротиворечива. Нам... Ну, то есть, блин, шахматы противоречивы? Нет, шахматы непротиворечивы. Вы можете играть в шахматы без проблем. Это клевая игра. Там можете кого-то выигрывать или не выиграть. Есть вопрос, соотносятся ли эти шахматы, то есть, логика или математика, соотносятся ли они с миром? Можно ли с помощью логики и математики познавать мир? Это философский вопрос, а не вопрос внутрилогический, то есть, непротиворечивости. Нам плевать на непротиворечивость логики вообще в принципе. Возможно ли такая логика, с помощью которой можно познавать мир, например? С этим справиться еще в первой половине 20 века разработали несколько альтернативных аксиоматик. Почему она противоречива? Ну, потому что там возникают проблемы с понятием множества всех множеств. Как в Интерстелларе закинем червоточину цыгана. Мы не поддерживаем унижение цыган. Он нам данные через хав запишет. Чтобы цыганин туда заманить, нужно кинуть туда шоколадку, я полагаю. Например, множество всех множеств, не содержащих себя в качестве элемента. А такое множество состоит в себе элементом или не состоит в себе элементом? Предположите, одним способом получится противоречие, предположите, другим тоже противоречие. Поэтому теория множества Кантера противоречива. Ну и похеру. Ну, то есть, на самом деле, пофигу противоречива она или не противоречива. Чтобы ее исключить, приходится разделять, например, множество, ну, совокупность объектов. То есть, в данном случае просто имеется исключение. Когда множество включает в себя само себя. А есть множество, которое не включает в себя сами себя. Мы просто можем делать таким образом, вести такое правило, чтобы множество не включали сами себя и все. На два типа, на множество и классы. И это совсем разные вещи. Совершенно не интуитивно, не очевидно. Потом в начале века опять же появилась интуиционистская математика, в которой сказали, что, вы знаете, из утверждения, что тезис А неверен, вовсе не следует, что он верен. Чтобы он был верен, вы должны нам доказать, что он верен, а не то, что неверно, что он неверен. Они говорят, нет, принцип исключенного третьего, мы в него не верим. Мне тоже не нравится принцип исключенного третьего, это довольно странно. Шутки прошли. Маквудс, как у вас получается появляться в моем чате раньше, чем вы появляетесь в чате Ютуба? Мне вот это интересен вопрос. Почему у остальных все идет с опозданием, а вы опережаете время? Математическую индукцию бесконечную тоже не верим, потому что она совершенно не интуитивна. Кто сказал, что можно вот так вот, доказав шаг индукции и базу, что-то говорить про целую там бесконечность. Мы должны доказать это все только про конечные, каждое конкретное конечное число. Это к чему норма? Логика правильно. Мне, кстати, действительно кажется, что правило с нарушением третьим довольно-таки странное. Но если сформулировать его более-менее правильно, то есть если мы сформулируем определенные суждения, ну, например, не знаю, ну, берем правило, утверждение какое-нибудь. Все бутылки Елизавета вкусные. Замечаю, бутылки, да. Вся вода Елизавета имеет невероятный вкус, например. Вкуснейшее, вкуснейшее. Либо они не имеют невероятный вкус. Исключить третьего мы предположить не можем. Либо они имеют невероятный вкус, либо не имеют невероятный вкус. То есть, смотрите, вот вода Елизавета, у нее потрясающий невероятный вкус, я пробую такой... Кайф! Здравствуйте! Можете посоветовать учебник по истории мусульманской философии? И стоит ли читать труд Анри Карбен истории о исламской философии? Анри Карбен довольно старый исследователь, и в этом смысле у него много ошибок. Ну, то есть, это мыслитель уже прошлых эпох, Арман. С ним вы встретитесь с большим количеством проблем. То есть, вообще всех старых исследователей, исследователей 20 века лучше не берите читать. Берите читать чьи-нибудь современные труды, ну, можно, не знаю, в какую-нибудь МГУ взять. И так далее, так далее, так далее. Конкретный учебник я вам вряд ли смогу предложить, я сам не читал эти учебники, опять же. Но Карбен, я его читал. И не только я его читал, мы его на парах разбирали, и там много таких вот косяков, довольно-таки привязанных к его эпохе исследовательской. То есть, он совершал все те же ошибки, которые были в его исследовательской эпохе. Как-то вот так это было. Поэтому Карбена можно прочитать для ознакомления с историей востоковедения. Вот. Все профессионалы, конечно, востоковеды и исследователи исламского мира, конечно же, должны читать Карбена. Если вы не таков, я рекомендую вам какую-нибудь современную информацию взять. Так вот, невероятная вода Елизаветы имеет потрясающий вкус. И у нас есть противоположный тезис. Нет, все-таки такого потрясающего вкуса она не имеет. Все. У нас может быть только две истины. Имеет такой потрясающий вкус. И... нет, не имеет такой потрясающий вкус. Но мы-то с вами знаем, что вода Елизавета невероятно вкусна, правильно? Поэтому вот истинное утверждение. И, возможно, только второе, следующее утверждение. Если мы правильно формулируем вот такие вот тезисы, то у нас может быть только два выхода. Да или нет? Вау. Посоветуй, пожалуйста, книги об истории и философии в разных эпохах. От ренессанса до модернизма в обобщенном варианте. Если есть такие, как, например, писал Лада об античке. Маркус Гос, 50 рублей. Спасибо большое за донат. А я вам порекомендую один сборник учебников Копплстоуна. Сборник учебников Копплстоуна, он по всем эпохам отдельно. А после этого я вам рекомендую зайти, знаете куда? Вот зайти в мой храм осьминога бесконечности ВКонтакте. Или на статьи Яндекс.Дзен. И ввести там книги по философии, которые вы хотите почитать. Здесь вы откроете книги по философии, которые вы хотите почитать. И здесь вы последовательно найдете некоторые источники. Но это общие учебники, это не по отдельным эпохам. Но, например, вас может заинтересовать учебник, не учебник, а энциклопедия Радха Кришна по индийской философии. Либо, не знаю, тексты Шохина. Тексты Шохина очень хороши с точки зрения истории и философии. Они коротко написаны, они понятны, они замечательны. По китайской философии также вы здесь сможете прям скачать текст. И скачать энциклопедию Духовная культура Китая номер один. Там по китайской философии будет очень много материала интересного. Вот. А вот что я вам могу посоветовать. То, что я сам читал и то, что я сам прорабатывал в свое время. А теперь, пока мы продолжим. Мы верим в ту логику или мы верим в эту логику. У интуиционистов получается другая математика. Более бедная, чем в классическом матоанализе. Но вроде как более надежная, да? А может и нет. Не знаю. Наконец, есть другие логики. Я не знаю, насколько это все корректно говорить про другие логики, но про них часто говорят. Ну, маргинал не любит говорить, что есть другие логики. Ну, то, что он логический догматик как бы. Одни говорят, что, мол, есть квантовая логика, которая соответствует поведению квантовых объектов. Другие говорят, что есть, например, буддистская логика. И она там другая, и там другая. Вы крайне рекомендуете, кстати, Торщинова. Количество там состояний логических и так далее. Кто-то говорит, что есть, например, временная логика, в которой есть не только причины и следствия, которые связаны вне времени друг с другом, а где есть развитие во времени. Я допускаю... У Гегеля, например. Допускаю, что все эти логики могут быть интерпретированы в рамках классической логики предикатов, которую мы все называем обычной логикой. Но это лишь мое допущение, я не уверен в этом на 100%. Да, мы ведь говорим сейчас про уверенность, про основание рационализма. Вот Успенский в замечательной книжке «Апология математики» говорит, что... А зачем другие логики нужны, если есть логика Аристотеля и формальная логика? А потому что, видимо, не очень круто. Доказательство – это рассуждение, которое настолько убедительно для того, кто его воспринял, что он с помощью этого рассуждения должен убеждать других. Согласен с этим определением аргумента или доказательства, как это здесь называется. Вот, то есть, вот это вот в сущности, что есть любое доказательство и любой аргумент. Ну, то есть, доказательство в целом, да, это рассуждение, а аргумент – это положение, которое убеждает того, ну, хотя бы нацелено на убеждение того, кто его воспринял. Доказательство, как система аргументов, и аргументы в данном случае понимаются не как непосредственно какие-то логические структуры, а как риторические структуры. И в любом случае, суть заключается в том, чтобы привести другого человека к вашему убеждению. Вот, вот это механизм. Здесь прописан именно механизм. Не то, как это догматически воспринимается логиками, а сам механизм. Вы понимаете, что это определение мема во многом? Это частный случай мема. То есть, это такая шутка, которая привела вас в такое веселье, что вы с помощью этой шутки готовы развеселить других. То же самое. Короче говоря... Он уже совершил слишком много ошибок, чтобы корить его из-за этого аналогия. Это размножение идей, да? То есть, идея провоцирует вас на то, чтобы ее распространять. Так вот, признание доказательств в итоге, смотрите, для того, кто его воспринял настолько убедительно, да, ну, что это как не субъективизм? Конечно, вы скажете... Ну, ты взял условно просто какое-то рандомное определение доказательства, которое тебе удобно. Вот что можно сказать. Давайте мы формализуем логику. Нет, можно сказать то, что я сказал сейчас. Пишем все доказательства на компьютерном языке, формальном, и будем проверять их с помощью логического движка. Мы что, компьютер убедим? Нет, конечно, но, как я не буду подробно сейчас даваться, в предыдущей моей лекции на ученых против мифов я это разбирал подробно, что в этом случае мы должны после этого убедить себя, что логический движок на компьютере работает правильно, что данные введены правильно и так далее, и так далее. Все равно остается момент... Вопросами задается он правильными, конечно. Очень правильными вопросами. Мне это даже импонирует во многом. Где мы должны в чем-то убедить себя, убедиться. Так что признание доказательства субъективности... Ну то есть, если бы он это еще выполнил на хорошем, качественном, интеллектуальном уровне, подобрал бы правильные источники и не совершал детские ошибки, вот тогда это было бы очень круто. Тем более, это текст подготовленный, он как бы готовил вот это вот все. Ну то есть, если я на стриме совершаю детские тупые ошибки, это просто потому, что это импровизация. Ну, когда вы готовите текст, понятно, уже другой уровень требуется. Поэтому так тяжело читать рациональные рассуждения древних греков. Они рассуждают так, что для современного человека это абсолютно иррациональные суждения. Нет. Вы, например, согласны с тем, что треугольник треуголен потому, что обладает треугольностью? Это тавтология, чувак. Чувак, это почти тавтология как бы. Типичное рассуждение из греческих рационалистов. Мы говорим, что рациональность эффективна. Наконец-то это уж хотя бы нас не отберут. Давайте посмотрим, какие у нас критерии эффективности, откуда мы их взяли. Математика используется на практике. Да? Да. Математика рациональный метод? Да. Математика эффективна? В некоторых случаях да. Иногда нет, но все-таки есть случаи, в которых она может быть эффективна. Норм? Вот, например, эффективно это пойдет. Это что, экономически эффективно? Экономически математика эффективна, потому что благодаря ей работает экономика. Экономика чисто математическая система. Ну, нет, не чисто математическая, но она включает в себя математику. Благодаря денежной системе, деньги это математика в чистом виде. Да? Меньше денег понадобится потратить. Или это эффективно? Деньги и есть рационализм. Деньги рационалистичны, друг. Экономически эффективно в том смысле, что мы победим в войне? Экономически эффективно в том смысле... Математика, логика, тактика, да? Что мы после этого повысим самооценку? В том числе. В чем заключается эффективность рациональности? Критерии этой эффективности меняются? Посмотрите на критерии эффективности японского самурая, который при смерти своего хозяина делает цепуку. Самурая не использовал термин эффективность. Это эффективно? Самурай не использовал термин эффективность. По его мнению, это эффективно. Это правильный способ жизни. Правильный способ жизни не есть эффективность. Всего доброго, Маквоз. Очень часто оказывается, что мы можем сделать что-то гораздо эффективнее, если никакой логики пользоваться не будем. А просто будем действовать по привычке, по наитию, по ощущению, по интуиции. Может быть. Таким образом, единственный объективный критерий эффективности, он все-таки есть один, один единственный критерий эффективности, кто-нибудь догадается? Польза, а как ее измерять, вот, например, социальная? В смысле, нет других логик, так Маргинал заявляет, он даже считает, что логика, ну, по крайней мере, он проговаривал, что даже логика Аристотеля, даже логика Аристотеля, не есть еще правильная логика. Ну, я видел стрим, где он так говорит, а вот уже современная логика, математическая логика, вот настоящая логика, та логика, которой мы пользуемся, где вот эти вот все замечательные операции присутствуют, там А равно Б и так далее, так далее, так далее. Это разнос абсолютно разную логику, приписывают различным рабочим системам ИИ, логика поведения животного, логика взаимодействия малых частиц, разная логика взаимодействия одних и тех же материалов при разных условиях и при разном количестве материалов. Вот здесь, Дендене, я думаю, вы действительно немножко путаете, что такое логика, и те люди, которые говорят о логике поведения животных и о логике взаимодействия малых частиц, используют слово логика не в том значении, в котором его использует Маргинал. Но даже в том значении, в котором его использует Маргинал, мы можем говорить, что у людей есть определенные систематизаторы их мыслей, их высказываний, разные, эффективные, при этом последователи, основанные на последовательности. Это было и в Индии, например, это было в других, это даже в Европе, в принципе, тоже было, разные системы логические. То есть вот здесь можно до Маргинала докопаться, именно вот такого подхода. А логика поведения животных, это, не знаю, это женская логика, мужская логика, логика поведения животных, это термины вот такого рода будут. Ну, немножко не туда. Да, Маргинал не согласен называть вот эти вот все логики логиками, в целом, ну, да. Ну, просто проблема в том, что есть другие, более близкие к этой самой любимой Маргиналу логики, логические системы, которые, в принципе, можно называть логиками. И непонятно, как их по-другому называть, в принципе, тоже. О, про эволюцию что-то говорили. Вот единственный критерий полезности, это эффективности, точнее, неэффективности. Вот кто умер, тот явно что-то сделал неполезное для себя. Нет, не значит. Если он не выжил. Не значит. Вообще не значит. Ну, то есть, смотрите, вы можете быть замечательным, суперэффективным стримером, а потом внезапно в вашей замечательной стране Америки произойдут многочисленные бунты из-за того, что, в общем-то, полицейский убил people of color одного бедного человека, да, цветного. И из-за этого в вашу комнату ворвутся, ворвется толпа агрессивная и, не знаю, разнесет все вокруг и разорвет вас на части. При этом вы ничего неправильно не делали. Вы были замечательным, потрясающим, известным стримером. А тем более, Джон Дуо, вы можете считать, что смерть полезна, да, действительно. Кстати, это тоже ничего не мешает. Понимаете? Вот, если что-то помогает нам выжить, то оно, как бы, наверное, полезно. Выживать можно очень многими разными способами. Да, можно, конечно, посмотреть, в какой ситуации мы чаще погибаем, но если учитывать, что при этом мы живем своим субъективным миром, то очень трудно потом обобщить эту пользу, да? Особенно после того, как мы умрем, да? Так почему же мы так рационалисты, если все основания рационализма можно подвергнуть скептической критике? А где была скептическая критика? Пожалуйста, можно, пожалуйста, еще повторить? Во-первых, потому что это хорошие презумпции, которые мы там допускаем. Почему хорошие? Почему хорошие, да? Потому что мы их используем, и нам от этого хорошо. Хорошо, что ученые не настолько топые, честно говоря. Правда, то же самое скажут верующие. Нам хорошо допускают презумпции существования Бога, нам от этого хорошо. Значит, и тут... Хорошо, что не все ученые настолько тупые, вот так даже скажем, друзья. Вот так, вот настолько скажем. Так бы один-один счет. Все-таки многие настолько тупые, но не все. На каком основании? Нам нравятся результаты. Им тоже нравятся результаты. Зачем мы тогда раскачиваем лодку и говорим... Я надеюсь, его разнесут в конце этой лекции, потому что, ну, это даже неприлично в академическом сообществе такую херню говорить. С учетом, что академическое сообщество догматично. ... о том, что это все можно поставить под сомнение. А вот тут очень важная вещь. В отличие от, скажем, идеологически, так сказать, мотивированных людей, мы не хотим, чтобы наши представления были догматическими. Мы не хотим, чтобы даже наши убеждения в рационализме, скептицизме, научности и так далее, были по своей природе наукаверием. То есть, чтобы мы их принимали на веру совсем. Но вы их принимаете на веру. Все равно должны давать им какой-то люфт. Мы должны понимать, что у них есть некоторые пределы. И понимать, что тот же рационализм оправдан не всегда. Давайте посмотрим пределы рационализма. Вот там сейчас появилась моменточка «пределы». Есть пределы редукции. Это уже дальше пошли мои выдумки. Я просто пытался осознать основные какие-то моменты. Где-то они будут пересекаться, потому что я не смог точно разделить, но я хотел намеки дать правильные. Вы знаете, что логика не дает ничего, кроме тавтологии. То есть, когда вас учат в школе тождественным преобразованием, вот это логика. И ничего того, что не было в исходных данных, вы не получите в результате. Вы только можете открыть для себя. Открыть для себя, что оказывается, а квадрат минус b квадрат равно, и дальше известная формула. Открыли для себя. Но на самом деле это было заложено в исходной формуле сразу. Логика не дает ничего, кроме тавтологии. Ну, на самом деле, из общих посылок, ну, например, Сократ-человек. Нет, стоп, подождите. Сократ не общая посылка. Давайте большую посылку. Все люди смертны. У нас есть смертность, общая посылка. У нас есть люди, общая посылка. Сократ-человек. Сократ равно человек. То есть мы пока не знаем, равно ли Сократ человеку или не равно. Это еще не тавтология. А потом у нас следует вывод. Уже непосредственно. А Сократ смертен. Сократ смертен. Ну, то есть здесь не в прямом смысле тавтология слова используется. Поэтому, если мы будем задаваться логическим вопросом о причинах... Ну, Дэн-Дэнни, вы не так используете слово логика. Последовательность действий, решений на основе действий, ну, это не логическое определение. Логика ничего не предсказывает и не работает с причинно-следственными связями. Да. Да. То мы вынуждены уйдем в бесконечную редукцию к... Алгоритм не... Ну, друзья, здесь можно использовать разные определения логики, но просто вот нужно понимать, что существует такая логика, которая, в общем-то, да, ничего не предсказывает, не работает с причинно-следственными связями, которая опирается на суждение, можно сказать, тавтологичное, и в том смысле, что там что-то одно обозначает. Логика пишет, это алгебра с набором символов. Ну, вот здесь уже перебор. Логика – это форма мышления. Это то, как мы устраиваем свое мышление. Вот давайте, если вот так в философском смысле можно понимать. Можно в строго логическом, тогда, да, логика – это алгебра над набором символов, у нас получится математическая логика вполне так себе. Ну, просто мы тогда не знаем, каким словом обозначать другие явления, которые так или иначе связаны с рассуждениями. То есть, у нас есть много, в общем-то, явлений в интеллектуальном мире, которые так или иначе занимают ту же самую плоскость, что и логика, предлагают решение тех же самых задач. И почему мы не называем это логиками, ну, непонятно тоже. Основания, причины, 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 этих причин и так далее, мы не можем нигде остановиться. Нет никакой первопричины, если только мы ее не постулируем, эзотерическим актом. Ну, вообще, существование логики во многом исходит из того, что первопричина постулируется. Еще Аристотель постулировал первопричину, как в логике, так и в метафизике. Поскольку Аристотель не любил бесконечную редукцию, очень сильно он ее боялся и всеми путями пытался от нее избавиться. Значит, логика не дает нам оснований, да? Оснований для того, чтобы считать, что все так, как есть. Откуда же мы берем основания? А мы их ниоткуда не берем. Мы просто останавливаем редукцию на некотором месте. Да, вынуждена остановка редукции, она всегда есть, потому что мы должны ее остановить, чтобы логика вообще имела смысл. Если проводить логические операции можно бесконечно, до конца, то нет никакого смысла пользоваться логикой. Ну, то есть, мы просто будем бесконечно заниматься рассуждениями. Останавливаем, говорит, для наших практических нужд достаточно считать... Нет, не для наших практических нужд. Не знаю, все движение начинается с помощью первого двигателя. То есть, есть нечто, что начинает все движение. Вот, например, вот пример такой остановки. Это не для практических нужд, для философских нужд в том числе. Странно. Вот эти исходные посылки, как бы, ну, принятыми, как правило, игры. Дальше мы будем играть в рамках них. В рамках них логика дает нам выводы. Все хорошо. А откуда берутся эти первые основания? Ну, мы сейчас временно в рамках правил игры их приняли. Если нас заинтересует другая область науки, мы захотим поразбираться с этими основаниями. Ну, не все логики так считают. Мы, может, там найдем другие причины еще. Так вот, рационализм – это не целостное, готовое, законченное мировоззрение. Это инструмент наведения локального порядка в наших идеях. Рационализм – это ни одно учение, ни одна логика. И даже рационализм не сводится к математике. Рационализм – это общее философское понятие, которое основывается на постулировании существования разума. Нам даже на логику плевать на самом деле. Честно говоря, нам плевать даже на отдельно взятую логику и на отдельно взятую математику. Рационализм может быть без логики, без математики. Ну, диалектика, допустим. Диалектику можно называть логикой, но не все это так делают. Ну, то есть, понимаете, в чем проблема? Тут заключается, что чувак не понимает, почему рационализм является рационализмом. Рационализм не может быть инструментом, потому что это не есть нечто одно. Это может быть совокупностью инструментов, необозримой совокупностью. Вот кусочек наших размышлений логически выстроен, а по краям висят интерфейсы к каким-то другим, частично может быть, познанным другими людьми, а частично никем не познанным. Ну, что, чуваки, он постструктуралист, поздравляю. Непознанным участком объяснения реальности. Это на самом деле делез, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, я делез, шизоанализ. Это был предел редукции. Теперь предел дедукции. Предел дедукции заключается вот в чем. Рациональные теории бывают очень сложны. И не всегда ясно. Не всегда ясно, почему они рациональны вообще. ...задача и даже корректно ли она поставлена. Вот вы знаете, что в современной, например, квантовой теории поля, вычисления настолько сложны, что там... ...задача нескольких тел практически неразрешима точно. Ее просто нельзя просчитать на компьютере. А уж про аналитику даже взаимодействие трех гравитирующих тел не просчитывается в классике. Просто не просчитывается, да? Но во многих случаях есть и другие пределы, сложностные пределы, дедуктивные пределы. Например, была программа Гильберта Математика об обосновании математики. В начале 20 века была выдана программа найти основания математики и через них выстроить всю математику. Нет оснований. У математики нет оснований. У нее запады. Знаете, как это про сыр? Нет больше вашего итальянского сыра. Нет больше оснований вашей математики. Вот это да. Она не была реализована, потому что была доказана теорема Гёделя о неполноте. И ряд еще тезисов, которые показали, что все до конца обосновать нельзя. Нельзя. А вдруг можно? Вдруг Гёделя ошибался и непосредственно его доказательства не являются доказательствами. А? Как вам такой тейк? Защитим Гильберта. Во славу Гильберта, друзья. Теория хаоса, которая говорит о том, что многие физические системы... То есть, опять же, понимаете, проблема в чем? Скептицизм это не об отрицании всего и всея. Это сомнение. Сомнение это не то состояние, когда у нас возникают негативные убеждения. Ну, например, ой, познание невозможно-то на самом деле, знаете, здесь много таких вот сложных вещей, а на самом деле там еще доказали, что никакого основания у математики нет. И вот это доказали, и вот это доказали, а еще и квалия есть. Вот это уже не скептицизм. То есть, если вот он все эти вещи проговаривал не ради риторики, как я это делаю, я многие вещи проговариваю просто ради риторики, хотя я в них сомневаюсь. Ну, или, может быть, в качестве скептического тропа. Не знаю, по-моему, он это проговаривает чисто искренне. Он вот так вот думает, знаете, вот у нас есть квалия, а если у нас есть квалия, то, наверное, наши рациональные какие-то вот эти вот основания, они не такие уж и твердые тогда. Это догматизм. Это в самом прямом смысле догматизм, и никакого отношения к скептицизму это тоже не имеет. То есть, скептик искренне не может сказать ничего из этого. Чисто вот искреннее, искреннее говорение. Мы не знаем, искренне он говорит или нет. Если он ничего про искренность в данном случае не скажет, ну, мы можем тогда вообще, в принципе, сомневаться в том, что он хоть вообще в чем-то усомнился. Несмотря на их даже чистую динамическую природу, если даже ее признавать, они все равно... Следует понимать, что логика не занимается установлением истинности и утверждений, которые не являются синтетическими. Ну, тут опять же вопрос, какая логика? Что мы понимаем под словом логика? Расходится экспоненциально при сколько угодно малых ошибках в начале. Поэтому мы не можем давать надежный прогноз погоды на большой срок и так далее. Физикализм и биологизаторство, знакомые термины, да? Это как раз попытки вывести историю мировой войны из теории всего. То есть, как бы свести самые сложные какие-то структуры к самым базовым. Они наверняка туда сводятся. Никакая Вторая мировая война не противоречит физике элементарных частиц. Но вывести ее оттуда нет никаких реальных сил. Это невозможно на практике. Может быть и можно. То есть, когда мы говорим, что это невозможно на практике, знаете ли, опять же, это тоже не скептицизм. То есть, опять же, если он употребляет это слово искренне, это невозможно. Это реально невозможно. Я верю в то, что это невозможно. Ну все, он не скептик, опять же. Принял стоимости. Рациональные рассуждения стоят дорого. Нет. Наверное, нет. Есть НП полные задачи, которые становятся непостижимо сложными и трудными. Точность исходных данных, учет всех известных факторов, страховка от неучтенных факторов. Все это, значит, делает очень дорого нам все это делать, но ракеты, хоть и дорогие, все равно падают. Все учесть не получается. Так вот, управлять нашим телом сложнее, чем ракетой. Однако, мы это делаем без всякой логики и очень просто. Так вот раз помахали рукой. Хотя это посложнее будет, чем ракетным двигателем там скорректировать отклонение от траектории. Предел сложности. Вот есть такой парадокс тайм-менеджмента, я его называю. Если вы очень оптимально хотите спланировать свой день, вы возьмете таблицу, распланируете там все свои действия, все свои движения с точностью до минуты, а может быть и до секунды. Все запишите. При любых внешних воздействиях вы будете тут же пересчитывать свой план с точностью там все-все-все моменты будете учитывать. Ну как циклограмма ракеты строится, да? Там до каждой секунды все прописано, что когда-то клапан открывается-закрывается. Но вот если вы начнете это делать, то вы обнаружите, что 99% времени вы занимаетесь корректировкой своего плана. То есть эффективнее просто рискнуть и сделать как-нибудь, чем рационально планировать свои действия. Самые сложные системы в мире, такие как клетка, это еще одно. Рационализм не относится к планированию своих действий, друзья. Другой аргумент. Самые сложные системы в мире, клетка, мозг, наверное, мозг самое сложное, что мы знаем, общество, они появились без всякого обращения к рационализму. Они появились эволюционно из развития биологических и... А ты уверен, что они появились таким образом? И как бы мы открыли эволюцию, если бы у нас не было рационализма? Ты только что подверг критике рационализм. Если рационализм, рациональные выводы, логика, последовательность сомнительны, то не значит ли это автоматически, что сомнительным является и теория эволюции? По-моему, напрямую значит. Потому что теория эволюции состоит не из фиксируемых фактов, а из выводов. Ну, поскольку мы не могли наблюдать становление жизни на протяжении миллиардов лет. Понятное же дело, да? Мы не могли этого сделать никак. Потому что человечество не жило все эти миллиарды лет. И не было ученых все эти миллиарды лет. Соответственно, значит, все, что существует в теории эволюции, это все выводы. Из этого следует, что если уж мы подвергаем критике рационализму и сомнению, то мы должны автоматически подвергать сомнению и критике эволюционизму. Социальных систем. Почему мы внезапно, да, вдруг постулируем, что эволюционизм норм? Каким образом эволюция, в общем-то, бьет разумный замысел. Нет, это... Чувак, ты немножко не понимаешь ничего вообще, в принципе. Эволюция это штука, которую так или иначе открыли с помощью рациональных методов. Это мысль, это идея. Это идея о том, что виды на протяжении долгих периодов развивались. И доказательства для вот этого утверждения приводились в течение долгого времени. Для этого складывались многочисленные рационалистические системы, кстати, тоже. Такие вот переходы от одних видов к другим. Вообще существование видов, это рационально. Видов нет. Видов в природе нет. Вы их пальцем вот так вот не потрогаете. Вот я себя трогаю пальцем, я есть. А вид? Где вид? Где? Как? Как я потрогаю вид? Как я потрогаю то, что я принадлежу к виду человека? Да никак. Никак. Вид это рациональный элемент. Вопрос в том, да, действительно ли мы можем постулировать его существование в мире каким-то другим образом, кроме как разумом. Вдруг он где-то есть... Вдруг это универсалия есть какая-то. Вдруг. Ну, всякое бывает, знаете. Вдруг универсалии видов существуют. Маловероятно, конечно, но вдруг они существуют. Да непонятно. Вообще ничего непонятно. Да просто если логически тут все развернуть, рационализм, как нечто открывающее, предшествует теории эволюции, и только с помощью рационализма мы открываем теорию эволюции. Если мы опровергаем рационализм, мы автоматически опровергаем и теорию эволюции. Ну, как опровергаем? То есть теория эволюции теряет все свои основания. Она сильнее, она разумнее в некотором смысле. Разве виды важны для теории эволюции? Она же на уровне индивидов вполне себе работает. Джон Доу и ее на уровне индивидов никто не объясняет. Давайте я вам сейчас напомню. Вот у нас есть известный, известный, известный ученый Дарвин. Чарльз Дарвин. И вы знаете, как книжка, которую он написал, называется? Вы не поверите. Она называется «О происхождении видов путем естественного отбора и сохранения благоприятных пород в борьбе за жизнь». Виды – абстрактный термин. Естественный отбор – абстрактный термин, который чисто из интеллекта получается. Его по-другому никак не обнаружишь. Где естественный отбор? Где его найти? Как его потрогать? Никак. Это то, что в разуме тоже у нас зарождается. Вообще, виды – очень важный термин для непосредственно, не знаю, биологии крайне важный. И, не знаю, дерево видов – это то, что биологи разрабатывают. Дерево видов. Виды не важны. Разве виды важны для теории эволюции? Да нет, нихера они не важны. Но ученые вот этой херней занимаются. Блин, это филогенетическое древо. Нам, давайте, вот это вот. Это старье. Это до сих пор разрабатывают. То есть, ну, блин, ну, блин. Здесь даже археи есть, как бы. Батмин Блум. Здесь дело не в том, что вы не можете это объяснить. Я вам показываю, откуда это берется. Это берется из разума. Если мы опровергаем разум, то видов нет. Ну, то есть, не то, чтобы виды становятся сомнительными. Вы постулируете виды не из какого-то физического и феноменологического факта. Вы их постулируете вот из-за того, что вы думать умеете. Умеете находить какие-то общие вещи и что-то с чем-то соотносить. Эффективнее. Наконец, вот самый главный тезис. Если вы внимательно как-нибудь сядете, тихонько-чуть помедитируете, подумаете. Я логически могу думать. Очень научно. Логически, как это получается? Вы обнаружите, что вам придется давить этот самый внутренний диалог, про который говорят буддисты, со страшной силой. И у вас все время не будет. У меня нет внутреннего диалога, в принципе, кстати. Если я не думаю специально о каком-то предмете, у меня нет внутреннего диалога. И получается, у вас все время мозг будет подбрасывать какой-то интеллектуальный шум. Нет, у меня нет интеллектуального шума, к сожалению или к счастью. Потому что наш движок в голове нелогический. Он нейросетевой. Ну, Джон Дойя, можно описать, можно, да, но... Ее невозможно открыть без этого. Вы можете принять теорию эволюции как веру и попробовать описывать ее номиналистически. Но открыть бы вы ее не смогли номиналистически. Как-то так. Ну и, по крайней мере, современная теория эволюции держится на видах. Описывается происхождение видов, как они друг через друга там происходят, какой вид какому восходит и так далее, и так далее. Как виды друг с другом связаны. Это все рационалистические вещи. То есть, стоит убрать рационализм, мы сразу же сметаем 99% самой теории эволюции. Остается там, не знаю, 1% каких-нибудь номиналистических утверждений. Ну, это очень грубо, потому что, на самом деле, все эти аналогии с компьютерами, с телефонами, с водопроводами, которые были для мозга, они все не точны. С нейросетями тоже, скорее всего, не точны. Но это лучше, чем то, что было, да? Так вот, обучение этого движка идет эволюционно. Есть биологические составляющие. У нас есть какие-то зоны мод, которые эволюционно приспособлены за много... Опять же, то та же придирка к эволюции. Достаточно поверить в генетику, а виды отбросить можно. А можно не верить в генетику. Генетика тоже во многом открывается рационально. Ну вот, Батвин Блум пишет. Синтетическая теория эволюции целиком про виды вроде. Я не очень хорошо с ней знаком, поэтому я утверждение сделать не буду. Но складывается такое впечатление, что в синтетической теории эволюции виды занимают очень важное место. Потому что я читал по этой теме, да, очень важное место. Не знаю, как там они у ученых действительно существуют или не существуют. Это, видимо, не тот вопрос, которым они задаются. Но это очень важная вещь. Кстати, знаете, с чем я соглашусь? Что ни один человек не пользуется логикой, если он не подготовлен к этому. То есть, если он не изучал логику и не может функционировать с этой системой на автомате, он не будет ее, как бы, интуитивно воспроизводить. Платон, например, думал наоборот, что математика, она как бы уже в прошивке нашей существует. Походу, это не так. Ну, то есть, если обыватель, который не изучал логику, будет внезапно спорить с другими людьми, вы знаете, какими методами он будет апеллировать? Прежде всего, автоматически, интуитивно, софистическими. Ну, в примитивном смысле, софистическими. А для человека, для обычного, софистика, это, наверное, простая, такая упрощенная софистика, это привычный тип рассуждения, это интуитивный тип рассуждения. То есть, первое, что он сделает, он вам закинет какую-то ошибку, которая считается логической. Ой, ну, не логической, не формальной ошибкой считается. Скорее всего, он делает это так. То есть, обычный человек в споре, незнакомый с логикой и с правилами логических и нелогических ошибок, просто тупо интуитивно будет общаться с вами тем, что в нашем обществе так-то считаются неформальными логическими ошибками. А иногда и логическими даже. И он не будет видеть противоречий, ему вообще на это будет плевать. Он вообще не будет ничего видеть такого негативного в этом. Это его естественная среда. Вот здесь я, кстати, соглашусь, наверное, если вот так интерпретировать, как это я сказал. Если со мной автор согласен, был бы. С эволюцией, нет, не согласен. Эволюцию еще надо рационально вывести сначала. Можно взять и запустить эмулятор какой-нибудь старинной игры. И у вас мощный какой-нибудь дипентиум будет с трудом эмулировать процессор какого-нибудь древнего отари восьмибитного. Вот так же примерно логика эмулируется в мозгу еще менее эффективно. Сколько логических операций вы можете сделать в секунду? Думаю, что денете одну. Вот это хорошо, если одну. Чаще всего меньше. Это скорость работы вашего мозга. В нем 87 миллиардов нейронов, которые все время строчат из пулемета своими импульсами. А при этом вы можете сделать одну логическую операцию в секунду. Вот настолько неэффективная эмуляция логики в голове. И логика при этом для нас часто оказывается парадоксальной. Выводы ее неочевидны. При этом мы умеем решать задачи, которые не знаем, как решать. Мы просто берем их и решаем. Так вот, к науке. Я разделяю науку на три главные силы, которые есть у науки. Предсказательную, объяснительную и эвристическую. Про предсказательную сто раз уже говорено, все про это знают. Это тут вообще все очевидно. Это используется для инженерии, это используется для проверки гипотез. Предсказательная. Для инженерии, ну, плевать. Инженерия может сама разрабатывать непосредственно практически различные вещи. Мы предсказали, проверили, да, подтвердилось. Нет, не подтвердилось. Царство логики, модальность архивная. Не понимаю, что ниже. Для прогноза и самопроверки науки служат. Окей, окей. Там, там, царство логики. Там ничего другого нет. Там все железно. Мы вывели выводы, построили, взяли постулаты, посчитали, сделали выводы, проверили. Все железно, да. И все это годится для того, чтобы сдать в архив. И там инженеры будут выкапывать иногда формулы и использовать их в проектировании. Есть объяснительная функция, сила науки. Ее главная сфера деятельности, ценность мировоззренческая. Согласен. Мы понимаем, как все устроено. Это та сила науки, которая позволяет нам адаптировать ее к нашему несовершенному, нелогическому человеческому мышлению. Когда мы скажем, ну да, это вроде как выглядит естественно. Это красивая картина мира. Мне нравится. Я так буду думать дальше. И здесь мы находимся в царстве конвенций, то есть наших согласованных представлений. А, понял. Логика, конвенция, окей. Которые могут меняться по мере того, как объективные какие-то события нас к этому... Обычный человек пользуется смесью индукций и дедукций. Он вообще ими не пользуется боном, сигном. Нет, мы не получим никакой логики от обычного человека в чистом виде. Не изучая логику, человеку не свойственно рассуждать логически. В естественной среде ни один человек не рассуждает логически. До Аристотеля никто в чистом виде логически не рассуждал. Даже диалоги Платона это довольно странные тексты. Хотя во многом уже проторационалистически они предшествуют Аристотелю. А если мы Парменида почитаем, ну вы там вообще охереете как бы. В космос улетите от его рассуждений. С учетом, что античные мыслители до Платона, до Аристотеля, до Сократа, знаете, как могли доказывать свои тезисы? Просто могли откусить себе язык. Так говорят, погиб Зенон Элейский, который был плюс ко всему политиком. В споре с каким-то диктатором он взял и откусил себе язык и сдох. Например. Как вам такая логика? Я уже давно говорил, да, смотря что называть логическим. Ну то есть, ну мы с Бонумом говорим, сейчас пытаемся об одной логической такой истории говорить. Того, чего мы никогда не знали. И вот тут мы говорим, что мы обращаемся не к логике, не к конвенции, мы обращаемся к интуиции. Мы говорим, а как это может быть? А может так? А может так? А попробуем так? А может надо помедитировать? А может быть поспать? А может быть почитать какую-нибудь вдохновляющую книжку? А что-нибудь потом посчитать? И постепенно вдруг, о, а вот если такую идею положить в основу наших рассуждений? Ну-ка, просчитываем, включаем логику, что-то получается, начинаем проверять, пошло. Но вот эту интуицию выкидывать нельзя. Она лежит в основе развития науки. Поисковая модальность. Вот это надо понимать. Вот когда мы говорим рационализм, рационализм только там, где логика и немножко, где конвенции. Остальное в нерационального. Легистичность нерациональна, потому что развитие науки это эволюция. Согласен, что в науке много нерационального в целом. Окей. Конкуренция идей. Да. Нет. Чаще всего нет. Далеко не всех идей. Они конкурируют в том числе и по принципу, кто смог объяснить что-то логически. Иногда. Но идеи не выводят сами собой из опыта. Согласен. Только проблема заключается в том, что нельзя называть всех философов учеными. Наверное нельзя. Опять же, автору Александру Сергееву свойственно ультра-убер обобщение того, что есть наука. Мне не нравится такой подход. Слишком общая, слишком непредметна, слишком абстрактна. Эта цитатка вчера буквально мне в фейсбуке написали, когда я про это рассказывал. Теории ученых, они, мол, ничего подобного. Они вызревают на уже имеющейся научной почве, глубоко познанной теми, кто предлагает и предполагает новую теорию. Ну что мне на это ответить? Я говорю, давайте открывать курсы агрономии науки. Как выращивать научные идеи на научной почве. Это чисто метафоры. Нам рассказывают что-то метафоры. И вот так очень часто описывают развитие науки. На самом деле, наука это все-таки эволюция мемов. Эволюция мемов. Которые хорошо что-то объясняют, что-то плохо объясняют. И вот если бы новое выводилось из старого, оно бы уже не было новым. Рационализм не может дать нового. Если брать в чисто логическом таком вот ключе, формальном прям, да, окей. Проблема заключается опять же в том, что рационализм не есть формальная логика. Рационализм не зациклен только на формальной логике. Рациональными методами могут считаться диалектика. В том числе Гегеля гребаного, например, диалектика. Математика. Вообще-то диалектика, я напоминаю, что это способ рассуждения, в котором проявляет себя движение. Это логика подвижности, так скажем. Если это можно назвать вообще логикой, это движение. Это попытка описать мир и постулировать в нем законы природы, которые мы можем воспринимать у себя в мозгу непосредственно логически-диалектически. Это одновременно и метафизическая концепция, это одновременно и логическая концепция, получается. Плюс-минус. Ну, опять же, тут смотря что можно назвать логикой, разное определение можем этому слову давать. Но в любом случае, диалектика Гегеля считается, ну, чуть ли не квинтэссенцией, кульминацией рационализма как такового. Ну, то есть, опять же, мужчина, вот этот вот Александр Сергеев, изначально следовал из неправильного определения рационализма с одной стороны, и поэтому пришел к неправильным выводам. Ну, то есть, ну, странно. Новое привлекается снаружи, поэтому иррациональность допустима на стадии выбора целей, поиска решений, подбора формулировок, трансляции инсайтов. Там, где рациональность слишком дорога в использовании. А рациональность — это просто ценный инструмент. Пользуйтесь там, где работает, не пользуйтесь там, где не работает. Не, не так. Да, окей. А теперь несколько слов про скептицизм. Я позволю себе добавить две минутки за то время, которое там уже. Я уже все это проговаривал. Это просто не самоприменимый мем. Я уже сказал, да, вот как в теории множества Кантера, вот эти самые парадоксальные множества, вот так же и здесь находишься точно парадокс. Это тот же самый парадокс Рассела, считай. В скептицизме нет убеждения «подвергай все сомнению». Это было бы странно. Это догма. Это чистой воды догма. Не то что самоприменимое. Это просто догма. Это утверждение. Подвергай все сомнению. Это вот прям, знаете, это как Дугин говорит. Сильная личность, так говорит. Это личность, которая не сомневается. Это личность, которая уверена. Подвергай все сомнению. Но, но лол. Но потому что он Докинса почитал, поэтому он с мемами. Неограниченный скептицизм разрушает все, включая и себя самого, и науку. Неограниченный скептицизм не разрушает себя, потому что в нем нет тезиса, подвергая все сомнению, там сомнение естественно. То есть оно не является тезисом, убеждением. Науку опровергает, но не разрушает, сомневается в ней, сомневается, не разрушает. Слово разрушает здесь тоже не лишнее. Поэтому скептицизм должен быть ограничен. Почему? Почему он должен быть ограничен? Почему он должен быть ограничен, я не понимаю. Тщательный сайт из Skeptical Science. Это лучший сайт по проблеме потепления климата. И девиз у них, если вам там видно, getting skeptical about global warming skepticism. То есть будем скептичны по отношению к потепленческому скептицизму. Потому что термин скептицизм противники глобального потепления используют для своего протеста против глобального потепления. То есть и сегодня скептицизм работает иногда против науки. Какой ужас. Это просто тоже не скептицизм. Это не скептицизм. Это не скептицизм. Вот это тоже не скептицизм. В науке скептицизма нет. Быть не может систематически. Просто технически. Науке не нужен скептицизм. Это лишнее. Это вообще лишнее привнесение скептицизма в науку. Ну вот просто вот присобачить, не знаю, собаке в задницу огромный пропейлер. Просто вот так. И подумать от этого, что она будет быстрее бежать. А нет, на самом деле не будет. То есть, да нет, это просто не скептицизм. Все вот это вот содержит в основании своем те или иные убеждения и утверждения. Все. До свидания. И скептики по поводу глобального потепления, они тоже не скептики. Это просто блин из-за того, что слово скептицизм стало расхожей тупой попсой, которая потеряла какое-либо значение. Теперь все ублюдки могут его использовать. Все. Тупо скептицизм. Мы скептики, мы во всем сомневаемся, мы подвергаем все сомнению. Это даже шутка. Это даже на шутку похоже. Тут это юмор. Это понимаете, это юмор. Я подвергаю все сомнению. Я все. Блин, это верстко. С которой стороны, с которой стороны фронтов и скептики, это большой вопрос. Вы знаете, что скептицизм в последнее время изрядно кодифицирован. Появились списки... Ну, кстати, они больше и скептики, чем в науке. ...искажения, ошибки, приемов аргументации, мимитизация. Пошли стикеры в соц. Какого хера убеждения по когнитивным искажениям являются скептицизмом? Что? Кто? Куда? Списки ошибочных приемов аргументации, это тоже скептицизм? Это тоже скептицизм? Мемы? Мимитации? Что? Блядь, что производит? Боже мой, какой он тупой. Блядь, что? Кто? Списки когнитивных искажений. Это группа утверждений, которые пытаются нас убедить в том, что вот есть какие-то когнитивные искажения, они тем или иным образом как-то, да, мешают человеку в познании. Ошибочные приемы аргументации. Я не знаю, что со стикерами в соц. сетях. Я даже не хочу узнавать. Я бы пропустил это. Но мы посмотрим, нам заплатили. Только из-за этого мы смотрим Александра Сергеева. Я бы выключил уже где-то вот здесь. Вот здесь я бы выключил лучше, как только он представился. Сетях там чем? Списки ошибочных приемов аргументации. А вдруг аргументация вообще не может быть использована? Как надежный способ доказательства чего-то. Какие нахер ошибочные приемы аргументации? Как изобразить, что? Какого хера скептик будет делить приемы аргументации на ошибочные и не ошибочные? Искренне. Вот так искренне брать и делить. Вот ему делать нечего, что ли? У вас там какая-нибудь соломенная чучела, да, использована? Вот. Появился уже скептический буллинг, сплошь рядом. Тем самым скептицизм начинает превращаться в обычную догматическую доктрину. Так вот, не стоит догматизировать антидогматизм. Просто скептицизма со времен секста-эмпирика в большой философии и, соответственно, в науке не было. Все. Все. Я первый скептик, и то неизвестный. Если я сдохну, у нас вообще не будет скептиков в истории философии, друзья. Поздравить, поздравить, поздравить тебя. То есть настоящий скептицизм, ну, он был в античности. Все. Все остальное уже не то. Просто определение скептицизма в новое время, ну, изменилось, и все. Нет, Дэн Дэнни, он дебил. Простите, конечно. Я не хочу оскорблять человека, но тут столько тупостей было сказано. Не догматика. Что это? Я даже не знаю, что делать с этим. Например, рассмотрим несколько примеров очень быстро. Времени мало. Апелляция к авторитету. Оппонент со Солсом Эйнштейна, это значит, что он апеллировал к авторитету. А как мы можем не апеллировать к авторитету? Мы же не знаем всего. Есть только один случай, когда нельзя этого делать. Если вам предложили четкое логическое... Согласен, что... Ну, как согласен. Ну, в принципе, допустимо, что все логические ошибки, все это, весь этот список, это полное дерьмо. ...какое-то обоснование, какой-то мысли. А вы говорите, я не буду смотреть на ваше обоснование, мне Эйнштейн сказал по-другому. Вот тогда это, конечно, ошибка логическая. Нет, в любом случае это не ошибка и не логическая. ...какое-то обоснование. Согласен Абадошвили. Согласен, что многие философские термины уже давно извращены, при том самой философии. Понимаете, в чем дело? Уже сам Кортезий извращает термин скептицизма, Монтейн извращает термин скептицизма. Он христианский... Монтейн христианский скептик. Вы вообще понимаете, как это звучит? Дэн-Дэнни. Проблема заключается в том, что соломенное чучело, и в том, что апелляция к авторитету, и в том, что другие вещи, они не то чтобы нелогичные, они вообще вне логики, они не нужны логике, они просто с логикой вообще никак не связаны. Так, почему не апеллируют? Соломенное чучело. Вы мне утверждаете что-то, я, чтобы возразить, должен вам пересказать, резюмировать вашу мысль. Но это же можно всегда объявить, что это соломенное чучело. Я же резюмирую недословно вашими словами, а чуть-чуть по-своему немножко сокращаем. Наша цель – это понимание реальности и уточнение наших позиций. Почему это наша цель? Согласование. Почему? Зачем мы должны что-то согласовывать? Может, у меня хорошая позиция, я не хочу ее ни с кем согласовывать. Цель – не убивать оппонентов, а находить с ними понимание, то тогда мы должны избегать... Зачем нам понимать? Зачем нам стремиться к пониманию с оппонентами? Плевать на Эдхоменем. Еще Аристотель говаривал, нельзя спорить с дураком. Ну что он дурак? Он не сможет вам рационально ответить, с ним вообще нет смысла спорить. Все, Эдхоменем, Аристотель, подлый ублюдок бородатый. Ну как бы, ну, вот вам. Аристотель допускал логические ошибки. Оппонент упомянул вас, сказав, что вы не разобрались в вопросе. Можно сказать, что это переход на личности? Вы ведь действительно могли не разобраться в вопросе. Кто знает? Бритву Оккама и Чайник Расселова тоже употребляют площадь рядом неправильно. Достаточно мне сказать... Напоминаю, что бритву Оккама употребляли исконно. Таким образом, что необходим был только Бог. Все остальное нет. Да. Да, интересно. А вдруг для этой ситуации есть другое объяснение? Они скажут, а ты можешь его предъявить? Я говорю, нет, я не могу. Я просто предполагаю, что здесь мы еще не закрыли такие-таки возможности. Ну вот, когда ты объяснишь через эти возможности, тогда мы будем рассматривать. А так ты придумываешь лишние сущности и предполагаешь Чайник Расселова. Чайник Расселова, кстати, вообще только о времени доказательства. А вовсе не о том, можно ли что-то предполагать. Ну вот, есть замечательный... Да, логические ошибки это не ошибки и не ошибки, это риторические приемы, которые можно применить и за которые можно оба... Ну, на самом деле, во многих случаях даже не имеет смысла кого-то критиковать за применение этих риторических приемов. В большинстве случаев, ну, просто плевать. Знаете, в каком случае можно упрекать противника в логических ошибках? Когда перед тобой сидит группа трагматичных придурков, вроде общества скептиков, которые заучили все эти ошибки, они такие... О, да, да, это логическая ошибка, он применил эдхоминем, эдхоминем, это плохо, это очень плохо. Ну, ну, окей. Плохо и плохо. Ролик, вон там ссылочка наверху, потом можете ее... Это просто ужасно. Особенно, когда, знаете, у нас есть там череда аргументов, идет подряд, разносящая концепцию противника в клочья. И в итоге там, ну не знаю, где-то вот между строками уместилось такое вот эдхоминем. Типа, ну, а противник на самом деле у нас дегенерат, судя по всему, но он очень глупый человек, как бы. И в среде хороших аргументов вот это вот утверждение находится. Угадайте. Угадайте, что в первую очередь подвергнется критике. Нет, не аргументы. Нет, ни в коем случае. Практически никогда в таких ситуациях аргументы не будут подвергаться критике. Потому что мы сами даем оппоненту возможность, как бы, сделать из себя жертву, принять для себя статус жертвы. И он с удовольствием чаще всего это сделает. Еще группа поддержки поможет ему это сделать. Скажет, это же эдхоминем, какой ужас. Какая ужасная логическая ошибка была совершена. Набрать. Как это печально, как это отвратительно. Невозможно. Вот про такой скептический буллинг, когда цель не в том, чтобы разобраться, что разумно, а в том, чтобы победить в споре с помощью вот этого арсенала скептических молотков. Но асцентизм это что? В наше время не осталось, а асцентизм остался. Это идеология. Виталий пишет. Вне аргументации, двух точек зрения, упор несостоятелен. Это называется конструктор Лего. Собери правильное утверждение. Как его? Вот да, это идеология. И в этом нет ничего страшного. Идеология вообще тоже инструменты. Все идеологии это инструменты. Можете пользоваться, когда нужно. Его стоит поддерживать на фоне прочих, потому что есть масса гораздо более неприятных и вредных идеологий. А с целью очень часто полезная идеология. Я вот с удовольствием перевожу книжки с циентистов. Но надо помнить, что это идеология. Идеология о том, что наука это хорошо. Но не сама наука. Не путайте с циентизм с наукой. Циентизм это нарратив, постмодернистский нарратив о том, как наука... Наука трансформировала наш мир, и как это здорово, и как мы все, значит, самое, ту-земун, да? Вот. Помните, что циентистские книги не делают вас учеными? И они позволяют... Наука и есть циентизм. Ну, у Бер-маргинала есть целые видео, посвященные критике логических ошибок. Он разбирает, в каких контекстах и когда вот эти вот ошибки не являются, в принципе, даже ошибками. Они позволяют лучше понимать ученых. Вот, собственно, их смысл. В чем тогда доверять. Ну и последнее, как избежать догматизма. Прежде всего, не надо звериной серьезности. Вот. Не надо звериной серьезности. Там, где не идет речь, просто о доказательстве теоремы. В остальных местах чуть-чуть юмора поможет. Я просто использую эти эпиграфы из Библии. Нормально. Я только что переводил, редактировал перевод эти книжки. Все очень в теории. Таня не поменял взгляд на это. Ну, это риторическая фигура, критика. Здесь нет убеждения. Не держите других за идиотов, потому что они заблуждаются. Заблуждение – это нормально. Мы все проходим через заблуждение. Эволюция идет через ошибки. А эволюция откуда взята? Ну, то есть, опять же, эволюция здесь воспринимается как догма изначальная. Все. А с чего мы взяли, что эволюция существует? Мы только что подвергли критике рационализм. У нас, в общем-то, из-за рационализма следует, ну, в итоге следует непосредственно эволюция. С чего мы взяли, что если рационализм – это просто какой-то жалкий обычный инструмент, с чего мы взяли, что везде и всегда непосредственно должна работать теория эволюции? Почему мы взяли, что теория эволюции действительно существует? Если мы отвергли рационалистические подходы, ну, используем их как инструменты просто. Может быть, эволюционизм – это тоже тогда просто инструмент? Может быть, мы пришли с помощью одного инструмента к другому инструменту, и сейчас мы работаем с помощью, с природой, работаем с природой, с помощью этого инструмента, который мы называем эволюционизмом. Но на самом деле эволюция – это не факт, может быть, а тогда. Ну, это так вот, наподумать чисто, чисто наподумать. Поэтому идиоты есть, но это по другим критериям. Не ищите в науке поддержки идеологем. Наука, она идеологически нейтральна сама. Нет, наука и есть идеология, и ты об этом сам писал. Ну, например, утверждение, что эволюционизм как бы есть, что эволюция есть. Чисто идеологическое высказывание вне контекста рационализма – это чистая вера. Без рационализма прям вообще никаких подтверждений этому нет. Жалко. Печально. Ну, то есть наука в таком случае получается идеологемой. Это логически следует. Да, это действительно логически следует из нашего отрицания рационализма. Что же мы будем делать дальше? Как мы будем с этим жить? Непонятно. Она даже не содержит в себе идеологемы, что наука – это хорошо. Она существует, и ученые содержат. Ну, то есть, стоп, а что за наука? Где она? Как ее потрогать? Наука – это существо какое-то, которое содержит и поддерживает что-то в себе. Наука – это ученые. А ученые содержат в себе убеждение, что наука – это хорошо, чаще всего. За редкими, наверное, исключениями. Что есть наука, если не ученые, например? Эволюция ни из чего не следует. Лекс, если у вас нет следования, если у вас нет логики, если вы это подвергли сомнению, откуда эволюция может следовать? Я вам напоминаю вот тот кейс, где мы это обсуждали. Ни откуда. Но эволюция – это совокупность выводов. Теория эволюции – это совокупность выводов. Без вот этой вот штуки, которая у вас в голове находится, вы бы ни в коем случае никогда бы не додумались, что эволюция есть. Ни одно из живых существ, скорее всего, не подозревает, что эволюция есть. Человечество большую часть своего существования даже не подозревало о том, что эволюция есть. Потому что до этого еще надо было рационально дойти. Ну, а если рационализм не работает, оказывается, если это просто инструмент... Да, кстати, Батмендлум согласен, что ученых не существует, потому что ученые сами по себе просто отдельные люди. Ученые – это просто титул, который надевается на некоторых из людей. Иногда даже рандомных. Иногда даже не самых умных. Вот. Не надейте, что в книгах нет ошибок. В книгах есть ошибки. Если вы их нашли, порадуйтесь, что вы их нашли. Не надо при этом злиться очень сильно на автора. Если только вы не знаете, что этот автор специально допустил эту ошибку по злому умыслу, чтобы ввести в возоблуждение. Тогда это, конечно, лжена наука и всякая неэтичная шелуха с ней. Ох, неэтичная шелуха – это тоже плохо. Ну, не раздражайтесь на ошибки, да у нас эволюция, эволюция. И что? А эволюция откуда? Откуда эволюция? Мы отвергли логику. Мы отвергли рационализм. Математику, наверное, мы тоже отвергли, потому что... Ну, потому что это один из рациональных методов. Один из основных рационалистических методов – это математика. И в науке не то, чтобы очень сильно логика представлена. Именно математика в ней представлена. И именно рациональной науку делает математика. По большей части. по большей части математика. Убрали рационализм. Что у нас остается? Как мы узнали про эволюцию? Непонятно. Может быть нет никакой эволюции тогда? Может быть это реально просто инструмент? Может быть часть мысли про эволюцию тоже ошибочна? Например? Кстати, самое забавное, что он проговорил несколько более-менее приемлемых фраз о скептицизме. Он не ученый, как вы понимаете? Юсуп Жан. Юсуп Жан, вот этот человек, он не ученый, это журналист. Поэтому плевать на него вообще. Странно. Надо понимать, почему они это были. Надо всегда это знать. Почему? Все. Ну что, друзья, по-моему, это было очень плохо. Это было очень плохо. Давайте заметим то, что он произнес несколько довольно-таки нормальных фраз для скептицизма, которые были, видимо, цитированы у Секста Империка непосредственно. Но эти фразы он не осознал и в итоге привел нас к эволюции. Эволюция просто есть, друзья. Она просто вот-вот. Эволюция есть, и вы эволюционируете, и все будет хорошо. Эволюция, эволюция, эволюция. Скептицизм, рационализм и прочее, это просто инструменты. Просто инструменты. Сиентизм тоже, хоть мы неправильно его определили. А вот эволюция есть. Спасибо, Александр. У нас не так много времени осталось на вопросы, поэтому давайте быстро... Может быть, действительно, дьявол обманул всех насчет эволюции? Откуда мы знаем? Мы же не знаем, есть дьявол или нет. Приступим. Давайте. Теперь меня слышно, конечно. Отлично. Может, дьявол и есть эволюция, а? Александр, давай вот девушки... Давайте четвертый ряд. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как рационалисты относятся к буддийскому мировоззрению? Какие рационалисты? Что? Куда? Зачем вы его спрашиваете? Он сказал, что Декарт жил в эпоху просвещения, как бы. Зачем его спрашивать об этом? Как рационалисты относятся? Нет, видос еще продолжается, пять минут. Рационалисты относятся к буддийскому мировоззрению, я бы сказал, с интересом. Мне кажется, что буддисты... Отлично, мы теперь отвечаем от лица всех рационалистов. Супер. Они из всех... Юсупжан, проблема заключается в том, что лжеученые-то зачастую именно ученые. Религиозные причины. Вот настоящая проблема, когда лжеученые-то ученые. ...наиболее склонны к тому самому критическому мышлению. По крайней мере, на словах они так говорят. При том, что у них, конечно, полно догматиков своих тоже. Ну и у нас тоже много догматиков. Но, по крайней мере... Ну и ты, например, догматик. Все вы догматики. Общество скептиков, все полностью состоит из догматиков. Донейшн Алертс. Ага. Хер вам, Донейшн Алертс, друзья. Давайте мне в Донейшн Алертс. Я разнес общество скептиков только что, полностью. Вообще ничего от них не оставил. Вот все Донейшн Алертс, их ко мне давайте, друзья. Я бы не сказал, что буддисты-эмпирики. У них другая, вообще другая направленность. Далай-Лама заявил, что если вы в своей науке действительно покажете... Они скорее феноменологи, чем эмпирики. Напоминаю, что феноменологи, например, Гуссель, критикуют эмпиризм. Мы в чем-то заблуждаемся, то нам придется менять свои позиции. Это реально было сказано. Лекс, действительно, получается, что все, у кого есть хоть какие-то убеждения, догматики. И есть лишь одна группа людей, которые отличаются от догматиков, это скептики. И только в этом мы можем дать определение скептицизма. Только поэтому. Понимаете, Лекс? Только вот таким образом имеет смысл давать определение скептицизма. Это единственное, что его отличает от догматизма. По такому критерию. Притом, под убеждениями надо понимать что-то искреннее. То есть, человек в это постоянно верит. На протяжении долгого времени он считает, что это правда. Хоть что-то из этого правда. И это постоянно влияет на его выводы, на его мировоззрение и так далее, и так далее, и так далее. Эволюции не то, чтобы называют изменения в природе на длинном отрезке времени. Понимаете, Дэн Дэнни? Когда вы говорите так, вы совершаете подмену понятия эволюции. Это не просто изменение. Теория эволюции. Теория эволюции. Это, вообще-то, вполне определенные изменения, которые... Вот здесь вот прописано. Видите? Не видите, наверное, да? Не видите. Сейчас, давайте я вам покажу. Вот, видите, дерево большое. Развитие существ. Вот, вот, вот теория эволюции. Вот, на самом деле, как она выглядит. Вот как она выглядит. Вот, вот эта теория эволюции. А то, что изменения, ну, изменения в диалектике есть. Диалектика это эволюция? Может быть, а? Что такое верить? Иметь убеждение. То есть, быть уверенным, да. То есть, вы считаете, что некое утверждение является истинным или более правдоподобным, чем какое-то другое утверждение. То есть, верить значит проводить некоторую разницу и на основании этой разницы создавать какие-то суждения. То есть, искренне это делать. То есть, да, становление абсолютного духа правильно написано. Тогда это тоже эволюция получается? Ну, вроде нет. Следующий вопрос. Ну, давай, Николай, ты рядом стоишь. Девушка рядом с тобой. Здравствуйте. Меня зовут Валерия. Мне интересно, откуда вообще, в принципе, берется желание множить свои идеи, постоянно ими делиться? Вот узнал что-то и сразу хочется рассказать, откуда это? Вы знаете, мы же социальные существа, возникшие в ходе эволюции, сначала биологической, потом социальной. Выживает в эволюции только то, что размножается. Идеи, которые не стимулируют своих носителей к тому, чтобы эти идеи размножать, такие идеи не размножаются и умирают. Согласен, здесь, в принципе, очевидно. Поэтому остаются те идеи, которые так или иначе стимулируют нас к тому, чтобы себя продвигать дальше. Вот и все, это чистая эволюционная история. Это не чистая эволюционная история, но это просто, да, очевидно. Если я считаю отсутствие привидений более вероятным, чем их существование, я убежден в этом. Но это тоже догматическая позиция. Если вы исчисляете какие-то вероятности, то есть утверждение вероятности уже догматично. Но тут можно поспорить, потому что в средней Платоновской академии существовал определенный скептицизм, построенный на вероятностях. То есть скептики, так называемые скептики Платоновской академии, средней, могли предполагать, что одно вероятнее другого, а другое менее вероятно. Это тоже вроде бы называлось скептицизмом, но это не соответствует пиранизму, во-первых. И в итоге Секст Империи как бы опровергает этих ребят. Наука-сайентизм. Ну, наука, понимаете в чем дело? Науки нет. Сайентизма нет. Это общие понятия. Но ученые чаще всего сайентисты. При этом не все сайентисты ученые. Вот так, давайте сформулируем. Большинство ученых сайентисты, но далеко не все сайентисты являются учеными. Вполне так себе, по-моему, правильно сформулировано предложение. Относительно логики... Странная, в общем-то... Забыл это замечательное слово. Аналогия. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Для поиска новых идей вы предложили использовать иррациональность. Но есть, допустим, другой подход. Ну, пытались сделать теорию решений за петельских задач. Но это же рациональный подход к решению нерациональной задачи, иррациональной задачи. ГДЖС. Попробуйте потрогать науку. Где она существует? В каком мире она существует? Что есть наука? Какое у нее определение? И как определить, что она существует? Почему? У того, что существует, несколько определений. Философия тоже, на самом деле, не существует. Ну, скорее всего. Предполагаю, что не существует. Ну, вот. Скорее всего, это просто описательная какая-то концепция. Привет, Якудзе. И наука тоже такая же описательная концепция. То есть наука как таковая сама не вдумает. Может быть есть что-то, что можно использовать? Вы знаете, я безусловно согласен с тем, что в этих иррациональных поисках всегда можно вычленить... Да, вот в мире идей может быть наукой существует. Вдруг существует мир идей, и там существует наука. Да, и она там мыслит, она там рациональна, она там какие-то термины делает. Я и не уверен в ГДДЖС, я просто вам транслирую определенные концепции, которые могут пошатнуть ваше мировоззрение. Все, что я делаю, по крайней мере все, чем я занимаюсь в этой мире. Петегорский интересен. Его исследования буддизма очень хороши. Он очень пафосно излагает свои идеи, кстати. Мне нравится его тон, тон, как он говорит, его стилистика разговора. Петегорский хорош. Рациональные элементы. И тризовцы попытались это сделать, за что им честь и хвала. Другое дело, что их огромные длинные списки, возможности, больше похожи на просто некоторую оптимизацию перебора, примерно так же, как это делают в шахматных программах. Что сначала сходите сюда, потом посмотрите вот это, потом оценим это так-то. Это некоторые рекомендации. В конечном счете все равно в голове происходит какое-то перещёлкивание нейрончиков, и вот они там в какой-то момент дают нужное сочетание, и оно выстреливает. Может быть, тризовские методики чем-то помогут, я не против. Но это кому как. И последний вопрос. Николай, вот молодому человеку в красной майке в первом ряду. Здравствуйте. Смысл использования научного метода в обычной жизни, познание, которое может быть самоценным, использование вероятность знаний о мире для принятия более эффективных решений. Но почему вы говорите об эффективности каких-то подходов к науке? С какой теорией категории? Аристотеля, Канта, или есть какая-то другая теория категории, Бонум? Без поминания метод прикладной рациональности, то есть не подсчитывая потенциальную полезность, исходя из терминальных ценностей. Ещё из двух больших букв. У неё имя такое, знакомый с теорией категории. А вот это Катя. Её зовут Катя. Теория. Катя теория. Ну, условно, например, вы говорите, что что-то неэффективное, если человек умирает. Но, например, человеку, исходя из его терминальных ценностей, может считаться наиболее правильным, рациональным, эффективным, может приносить ему участие, если, например, пожарить в своей жизни ради спасения миллионов других жизней. Прикольно. Ну, чувак, вы уже задавали этот вопрос непосредственно в процессе видео. Это будет вполне эффективно. Знаете, понятие эффективности культурно детерминировано. Ой, а поэтому мы будем рассуждать понятиями эволюции, которые, на самом деле, не культурно детерминированы ни в коем случае. Нет, нет, нет. Учёные их не просто так придумали, они реально существуют в мире. Ведь существует же естественный отбор. Смотрите. Смотрите, вот, я трогаю естественный отбор. Опа, опа. Вот, вот, вот он. Естественный отбор, смотрите. Я трогаю космос. Космос, космос. Непонятно, он не дергается. Вот, друзья, интересно. Круто. Пятигорский говорил, что философия – это думание над думанием. Ну, по сути, он говорил, что философия – это рефлексия, получается. Я с ним не согласен в этом. Но многие мыслители считают, что философия – это рефлексия. Что с этим поделать? Просто не все мыслители за всю историю философии занимались непосредственно рефлексиями и думанием над думанием. Ну, как тоже не странно. В разных культурах, в разных ситуациях эффективность будет определяться по-разному. Это, собственно, и был мой тезис. Так вот, естественно, что... Так вот, а мы должны определять все эволюционно и с помощью смерти. Почему должны? Потому что эволюция существует. Вот вообще бесспорно. Если конкретный один... Мы во всем сомневались, но в эволюции нет. ...эволюция умер, да? А идеология, которая им, так сказать, руководила... Вот внезапно, знаете, скептик отключается, и все, эволюция, смерть, смерть, эффективность. Пошло. Круто. Еще распространена среди миллионов, то она как бы благодаря этому выживет и продвинется. Но в целом, все равно, либо люди, носители определенных идей, уступают в конечном счете, не обязательно физически гибнут. Погибнуть может идея без гибели человека. Культуры гибнут, а люди остаются. Вопрос в том, что рационализм помогает в определенных ситуациях выжить некоторым идеям. А в некоторых случаях не помогает. Вот это инструмент, вот это инструментальное понимание рационализма, это та мысль, которую я хотел донести. Все, мы закончились. Ну просто ты вывел это понимание рационализма из неправильного термина. Терри вопросов и ответов. Спасибо, Александр. Просто использовал неправильное слово. Пока не уходите, вам нужно еще выбрать, какой был лучший вопрос из четырех. Лучший вопрос из четырех? Был вопрос про, как вы относитесь к буддистам, или не вы, но в общем вопрос про буддистов. Про методы прикладной рациональности, про откуда желание множить идей. Знаете, я, наверное, поддержу буддистский вопрос, просто потому, что он в тон основной идеи. Не догматизироваться. Даже на как бы табуированной в нашем скептическом, рационалистическом сообществе темы. Мы не должны к ним относиться табуированно. Мы должны все-таки туда заглядывать и смотреть. Так же, как и те же буддисты, время от времени собирают ученых. Говорят, давайте попробуем навести мосты. Это известная практика. Там получается много странного. Но что-то может из этого какой-то стимулы появится к чему-то интересному. Жесть. Просто жесть, друзья. Это адски было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!